всем привет всем доброе воскресное утро вчера проводил прямой эфир спонтанный в пробке пока ехал и затронул тему прямого тема прямого эфира у меня была видеокурс ситуация с видеокурсом и так далее вот поскольку видеокурс этот прямой эфир по видеокурсу не сохранился спонтанный я соответственно вчера доброе доброе утро всем да всем доброе утро я соответственно сказал что давайте попробуем повторить уже соответственно как бы сегодня нормальная связь думаю все будет хорошо вчера мне сказали что эфир достаточно сильно зависал поэтому я думаю что к лучшему что он не сохранился и так последний месяц месяц да у меня как бы в основном вся информация все какие-то посты stories и так далее посвящены в основном тому что ребят у нас видеокурс у нас акции тогда соответственно у людей возникает некое такое знаете напряжение у кого-то да говорят слушай ну хороший с и маркетингом заколебал там не 5 на 10 ну все давай что-нибудь там за жизнь веселое доброе ребят объясню ситуацию на самом деле все очень просто давайте вам расскажу как бы предысторию видеокурса да и что мы сейчас делаем чтобы всем все было понятно первое мы запустили видеокурс в июне прошлого года вначале и соответственно на всем привет 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 ребят всех вижу да вот и соответственно мы изначально задумывали следующим образом сделать то есть мы снимаем видеокурс потом мы к нему начинаем добавлять блоки то есть пять основных блоков у нас видеокурсе да если вы заходили на сайт то на сайте есть кнопочка содержание содержание можно открыть все подробно прямо все 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 уроки посмотреть чему они посвящен у так вот там пятuli основных блоков работа по гипсокартона спуток с кромкой пук гипсон и состава работа по гипсокартону скажем калку колемерными составами работа по штукатурки плюс стеклохолст покраска валиком покраска краскопуют и в этом курсе я очень очень подробно формате виде инструкции разбираю все 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 моменты основные нюансы как работает как работают материалы там и так далее так далее так далее у курса есть тестирование то есть после каждого раздела есть тест проверочный вот и человек проходя все тесты пройдя все пять основных блоков он соответственно получает доступ к экзамену экзаменационное задание мы сделали перед новым годом сейчас его разослали первые уже ответы мы видим в системе вот это теоретический экзамен то есть мы высылаем экзаменационное задание человек отвечает на выполнять задание присылает нам его проверяем и после проверки мы уже соответственно выдаем скажем так добро не добро ну скажем мы проводим собеседование видео собеседования то сейчас вот я проверяю домашнее задание будем проверять нас очень день начнем и начнем проводить уже некий созвоны договариваться и там собеседование вот ну грубо говоря в прямом эфире в зуме там в ватсапе неважно видеосвязи я буду просто глядя на экзаменационное задание задавать вопросы как человек вот это вот это почему он решил что нужно делать вот так и так далее так далее то есть мне нужно понимание материала после чего мы выдаем сертификат о том что человек прошел видеокурс сдал теоретический экзамен и имеет возможность получить доступ к дополнительным бонусным они у нас называются блоки это механизация малярных работ и организация малярных работ блоки блоки эти сразу скажу их еще нет они сейчас только в процессе съемок и монтажа мы сейчас на объекте то есть получилось у нас найти такой объект грубо говоря который вот он нам вот отвечает под всем условиям такой он не простой он там с кучей нюансов сложности там начнем с того что там не влагостойкий гипсокартон то есть кто механизации как бы разбирается понимает что это такое вот и соответственно мы на этом как бы веке сейчас начинаем снимать механизацию мы уже в процессе начинаем и блок вот этот по механизации он появится ориентировочно то есть мы не хотим его выкладывать полностью то есть у кого сейчас есть доступ к курсу то они получат первым блоком как бы блоком механизация они получат доступ примерно в феврале я думаю что феврале уже мы начнем что-то выкладывать окончательно курс когда мы смонтируем полностью все сделаем это скорее всего март и вот тот кто захочет дальнейшем приобрести именно блок механизации он сможет его приобрести скорее всего после того как мы полностью компонуем сделаем его скорее всего это будет март не раньше вот то есть не быстро это процесс снять быстрее монтировать это прям ну это прям дольше вот и собственно говоря раньше была идея такая то есть человек проходит пять блоков сдает тесты сдает экзамен получает доступ бонусным разделам когда мы сейчас уже за более чем полгода посмотрели все вот эти истории до посмотрели сколько нам обходится обслуживание курса сколько нам обходится съемки так далее так далее так далее мы помнили что ну так не пойдет то есть мы должны как бы или поднимать цену на курс полностью да и дальше давать доступ и соответственно автоматически или давать человеку грубо говоря возможность выбора то есть блок малярной работы как системы это одна история система малярных работ а механизация это отдельный блок и соответственно мы приняли решение что после сначала 15 января мы думали это сделать сейчас продлили до 20 января мы сейчас сделали следующее все кто приобретает до 20 января курс это ребят я отвечу на все вопросы вижу что ответы да всем привет вопросы пошли давайте сначала просто расскажу про видеокурс до основную идею как бы что я собственно говоря происходит а потом же я когда все изложу я уже собственно говоря буду отвечать на вопросы любые так вот после 20 января теперь что происходит то есть мы меняем правило то есть я перед новым годом сделал небольшое видео и видео было о том что значит вот все кто приобретет до 20 января курс до 15 теперь продлить до 20 тот получив дальнейшем доступ и ко всем расширением ко всем блоком и так далее бесплатно но на прежних условиях до что человек получает сдает тесты проходят экзамены получают доступ к этим разделам все кто приобретут после 20 января когда акция закончится 20 включительно то люди уже будут покупать по-другому то есть они покупают система малярных работ отдельный блок механизация отдельный блок организация малярных работ отдельный блок то есть цена курс допустим да она на виде курс она не поднимется но все вот эти блоки они будут потом расширяться расширением всевозможные они будут продаваться отдельно на текущий момент как бы да люди которые получили доступа к видеокурсу получит их до 20 числа они получают доступ ко всему в том числе к архивам записи интенсивных живых в том числе к ко всякого рода там блоком расширением который мы снимаем на объектах там и так далее то есть вот такая вот концепция я думаю понятно да сейчас соответственно в чем идея почему мы начали шуметь громко бить сковородки там и так далее и так далее и так далее может быть кого-то в принципе даже и расстроили разозлили и всем я на это как лица приношу свою извините да прошу прощения но ребят я очень часто сталкиваюсь с тем что мне пишут постоянно ой а я не знал ой а я не видел ой я там пропустил вы не говорили и так далее и в этот раз я решил пошуметь погромче но не просто пошуметь мы сделали акцию мы сделали акцию чтобы привлечь внимание чтобы дать какие-то там людям возможности присоединиться да вот в этому паровозику который сейчас уезжает и дали возможность первых купить блок как бы да вот ну с возможность доступа с ко всем расширением дальнейшем это самый главный бонус поймите второе мы дали еще небольшой бонус это человек при покупке видеокурса за 5 за 25 тысяч до сейчас стоит видеокурс он получает возможность 5000 записываться на депозит может их потом потратить на оплату любого нашего оффлайн мероприятия в течение 2022 года подробнее все на сайте ребят расписано заходите школа маляров яндексе убивает или гугли попадаете на наш сайт и все и заходите и смотрите все третье он получает техкарты которые сейчас получают все после сдачи экзамена как бонус человек получает этих карты сразу то есть пишет в техподдержку после регистрации музыки карты высылается тех карты полностью описывают все процессы но честно скажу толку от них не будет если вы сразу откроете у вас просто крыша слетит вы не поймете вообще о чем речь на самом деле техкарты мы сейчас выдаем не просто так после сдачи экзамена и в дальнейшем будем выдавать тоже только после сдачи экзамена потому что сейчас нет смотрел видеокурс это филькина грамота он не понимает вообще о чем там речь что за инструменты что за последовательность почему такая поэтому это такой бонус я бы даже честно говоря не советовал никому этот бонус открывать и смотреть потому что ну добра он не принесет честно то есть вы ничего не поймете вам все нужно видеокурс смотрю поэтому смотрите видеокурс изучать его и тогда дальше там небольшой бонус от складом присоединился к нам а то есть значит промокод на 10 процентную скидку на инструмент материалы и по моему нас еще скидка на дается на оффлайн мероприятия тоже 1020 году вот такая вот история то есть я шумел шумлю и буду шуметь и даже прямой эфир часть этого информационного шума чтобы все об этом узнали потому что многие не следят за мной каждый день многие заходят там раз в месяц раз два месяца у меня даже в группе техподдержки в телеграме до люди они просто даже не поняли все что происходит то есть я там шумел 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 и стану 300 условно говоря человек 10-15 процентов только отреагировали остальным никогда ну то есть люди не заходят не следят потом всем будет очень обидно почему будет очень обидно ребят дело в том что вот сейчас допустим курс 125 а блок механизация будет стоить 30 понимаете организация малярных работ будет отдельным блоком будет стоить там в районе 10 или 15 тысяч мы еще пока не определили теперь давайте к вопросам которые мне постоянно задают почему нельзя ставить все как есть почему как сейчас нельзя ставить да все очень просто курс располагается на платформе за которую мы платим деньги люди которые обеспечивают бесперебойность работает и систем отвечает на ваши вопросы решают какие технические моменты с доступами да у кого-то слетела доступ не слетел доступ вот и нужно платить зарплату человек который отвечает за техподдержку и так далее нужно платить зарплату и так далее и так далее и так далее понимаете это все расходы плюс съемки плюс монтаж плюс мое время то есть это те малые вещи которые я просто перечисляю для понимания когда мне люди задают вопрос а почему допустим вы не можете оставить я задаю Один вопрос. Ребят, почему вы не можете Сделать один раз ремонт И потом, ну вы же денег заработали И потом делать там ремонт И дальше бесплатно просто как бы От души, как говорится Оказывается, что у вас есть постоянные расходы на все То есть есть пить надо Содержать оборудование в чистоте надо Семью кормить надо, квартиру снимать надо Если квартиры у кого-то нет, если коммуналка Если ипотека и так далее, правильно? Есть постоянные расходы, поэтому Это как бы нормальная история Это как бы нормальная история и прочее Плюс мы же развиваемся Мы же снимаем, мы затрачиваем деньги на оборудование На монтаж и так далее Это расходы, которые надо потом амортизировать То есть это в принципе такой Достаточно грамотный экономический подход Который позволяет нам не идти по миру С протянутой рукой Не снимать курс на рекламные деньги То есть я сразу говорю, что Ребят, честно Ну давайте быть как бы реалистами Мы живем в мире, где за все надо платить За время, за ресурс И так далее И мы эти деньги можем взять у производителя На его деньги снять По сути ему рекламу А можем сделать на ваши деньги Независимый курс То есть по сути вы клиенты И вы оцениваете качество продукта И на ваши деньги мы можем дарить то Что нужно вам А не нужно производителю Понимаете? То есть я четко говорю, что это вот так Это вот так Это вот так В дальнейшем мы планируем снимать Расширение по материалам Обзоры линеек продуктов Сейчас мы в принципе Заканчиваем тестирование Практически всех систем Вот И по большому счету Как бы мы видим Что есть что снять Понимаете? То есть допустим Как работает Терако Как работает Семин Как работает Даной Гипс Как работает КНАУФ Как работает Там такие бренды Допустим Как у нас там Промикс И так далее Малоизвестный Вот Мы это все будем освещать Дальше Блок механизации Блок механизации Он получается огромный Потому что мы освещаем работу Поршневых аппаратов Работу шнековых аппаратов Да То есть Мы освещаем продукты С которыми Не принято работать В принципе Гипсовые составы И цементные составы На механизации И мы это все закрываем Да Плюс мы Разбираем именно Алгоритм работы Потому что механизация На 90% Это не техника Не материалы Хотя это Очень важно знать Иначе можно просто Ну не то что не заработать Можно оборудование Угробить И объект испортить Просто Да Влага избыточнее 90% Это организация процесса Как выстроить работу команды Как запустить процесс Как вот этот оборот Материала правильно запустить Чем обрабатывать поверхность Чем шлифовать И так далее И так далее И так далее Что на каких этапах нужно И это отдельный Огромный блок Я не буду в механизации Погружаться В техническую часть В материаловедение То есть Вот Те нюансы Которые разобраны В видеокурсе И объяснено Почему Допустим Да Малярная работа Как система Я их не буду касаться То есть Я буду просто Их использовать Эти вещи И не объяснять Почему Потому что Иначе у меня курс Получится еще Х2 по времени Понимаете То есть Там просто Огромный будет Вот Поэтому я решил Что я Не буду этого делать И видеокурс Он будет По механизации Чисто вот практически То есть Берем вот это Потому-то Потому-то И потому-то Работаем Вот так Вот так Вот так Все поехали Бам-бам-бам-бам-бам И все И там Четко расписан Алгоритм работы На что ориентируемся И так далее Вот Четко прям Выдал Так На одном дыхании И вроде как И все Так Что еще Что еще Что еще Что еще Что еще Так Да 20-го Все заканчивается И собственно говоря Начинается новая жизнь Так Курс куплен Компании Что будет с экзаменом Так Давайте начинать Отвечать на вопросы Я думаю Что еще В процессе Нахватаем Если курс Коплен Компании То Аттестуется Один человек Из компании Который отвечает За малярное направление Если вы хотите Провести аттестацию Своих мастеров Ну во-первых Вам нужно сделать Внутренний экзамен Если компания То есть у вас должен быть Собственный Как бы стандарт качества Да И вы внутри компании Должны все это делать Дальше соответственно Если вы Хотите Чтобы мастер Получил наш сертификат То Вам нужно будет Ну скорее всего Мы сделаем отдельную аттестацию Мы сделаем отдельный блок Аттестацию У меня много вопросов А как там Если там два человека Аттестовать еще что-то От компании Мы сделаем отдельный блок Аттестации То есть человек Учится Создает внутренний у вас экзамен А потом Мы делаем отдельную аттестацию У него Поскольку это занимает Времени Примерно каждого человека Это час Плюс проверка Домашнего задания Грубо говоря И так далее То соответственно Аттестация Участников Участников И сам Отслеживает их успеваемость И так далее И так далее И так далее То есть мы на это никак Не смотрим И так далее Не реагируем Планируете ли блок По работе с потолками Спасибо за Видеокурс Нагляднув В высоком качестве Смотрите Блок по работе С потолками Не первый вопрос Не первый вопрос У меня Я честно говоря Даже не думал Что нужен блок По работе с потолками Потому что потолок Это та же стена Перевернута вертикально В горизонтальном Плоскости Там ничего сложного нет По большому счету Мы делаем все те же самые Операции И просто делаем На потолке То есть у нас Соответственно Больше там внимания Уделяется С чего мы работаем Что у нас есть тура У нас есть какие-то леса Периодически мы там Делаем такие вещи Как второй пол Поднимаем И так далее Но принцип работы Тот же самый Что стена Что потолок Все то же самое Единственное Что там больше внимания Уделяется приемке Именно основания Потому что потолок провисает Его там Крутит И так далее Так Когда будет блок По организации процесса И какой срок Для сдачи экзамена Смотрите Срок Сдачи экзамена Он Так сейчас Так Тут дети просто Срок сдачи экзамена Ребята У вас неограниченный Срок То есть вы получаете Экзаменационное задание Можете его хоть год делать Но Попытка сдачи мне То есть лично Будет одна Вторая пересдача Будет платная Как ГИБДД Вот В чем вообще идея Сертификата В чем идея Экзамена То есть меня спрашивали Вчера вопрос был такой Сегодня не знаю Повторяется или нет Будем ли мы это делать Там из государства Не государства Как бы там Будем ли мы Официально все Там получать Лицензию образовательную И прочее Почему сертификат Почему не диплом И так далее Ребят Смотрите Как устроена Система образования Я все время Это все вник И понял следующее Все делится По часам Вот Если вы Грубо говоря Работаете До 36 часов Допустим У вас образовательный курс До 36 Или по-моему 72 Что-то такое То вы Даже если вы Сертифицированные Учреждения Учебные И так далее Аттестованы И можете выдавать Документы Государственного образца Вы За вот такой Маленький блок Можете дать Не больше сертификата Если у вас Свыше 72 часов По-моему До 250 Минимум То вы уже Можете выдавать Свидетельство Если у вас 500 часов Вы можете Выдавать диплом Понимаете То есть у меня Курс Малярной работы Как система Он 20 По-моему 6 часов Со всеми Расширениями Будет там В пределах 36 Я Даже если Получу Государственную Аттестацию И так далее Я буду выдавать вам Не больше Сертификата Ко мне приходили Люди Которые преподают В колледже Которые Там Проводят Всевозможные Обучающие Методологии Занимаются И так далее Они посмотрели на мой курс И говорят Классная штука Где можно развернуть В полноценную программу Трехлетнего обучения Понимаете Трехлетнего Я Я Ребят Я не готов становиться колледжем Я скорее всего Такой Маленький Компактный центр По Переподготовке До подготовки Улучшения Квалификации И так далее И так далее И так далее Я не готов Это все Вязываться Мы конечно К этому идем Мы конечно Это все прорабатываем Потому что там И законодательная база Меняется в России И так далее И плюс Есть такой Ну как бы Есть при работе С организациями Тоже требуются Какие-то вещи Расширения И так далее Но в ближайшее время Это не появится И еще раз Больше сертификата До 70 По-моему Двух часов Ну 36 часов Точно Вам никто не даст Ни в каком заведении Понимаете Поэтому У нас все ограничивается Именно временными Вот этими рамками И мы Не можем за них Понимаете Шагнуть То есть Мне просто Никто не одобрит Выдачу документа Больше Как бы Уровнем свидетельства Там Почему Также Опять же Сертификаты Дальше Значит Сейчас мы Выдаем На интенсивах Просто допустим На практических занятиях Мы выдаем Светельство Допустим Сертификат Где пишем Что человек Посетил мероприятие Что он Присутствовал На мероприятии Сертификат Где человек сдал экзамен Мы пишем Что он сдал Теоретический экзамен То есть Мы уже видим Что у человека В другом статусе Находится Он осознал Он понял Он разобрался И третий вид Сертификата Которую мы подойдем Может быть Через несколько лет Это будет сертификат Где будем прописывать Что человек сдал Практическую аттестацию Как мы это сделаем Возможно Мы Ну как бы Есть такая мечта Что мы Совместно с производителями В разных регионах Бесплатно Для тех Кто учится На нашей платформе Будем делать Аттестационные экзамены То есть Приезжаем в регион Там все готово Платформа готова И мы группами По 10 человек Проводим Практические занятия То есть Они как практику Выглядят Человек получает Задание И он С небольшими Направлениями Подсказками Он выполняет задачу Мы смотрим Правильность выполнения Собеседуем с человеком Видим Что он понимает Разбирается И выдаем Уже Грубо говоря Сертификат Что человек Прошел Практический экзамен Почему мы Собственно Заморачиваемся С этими сертификатами Понимаете Я выдаю сертификат На котором Написано Мое имя И я не хочу Чтобы по рынку Бегали люди И просто размахивали Вот так вот бумажками Знаете Я у Габченко учился Там в школе маляров Учился И так далее Кто-то школу маляров Ненавидит Кто-то ее Превозносит Выше небес Это две крайности Которых по-хорошему Ну как в моем понимании Быть не должно Есть Золотая середина Мы должны находиться Посередине Так вот Я хочу То есть если я встал На эту дорожку И я уже кого-то учу И я выдаю Какие-то документы И так далее Свидетельства о том Что человек Прошел обучение у меня То есть я свидетельствую О том Что он прошел У меня обучение То я хочу разобраться Насколько человек Вообще глубоко Вник в эту ситуацию Потому что Вот у меня люди работают У меня в команде Как бы Наверное Самые там Есть несколько человек Самые двоечники собрались И есть самые там Отличники Которые Ну Сергей Николаевич Рядом Понимаете Можно задать вопрос Как бы Или там Он поправит И так далее То есть Они вот Я смотрю статистику Я же могу У меня же доступ есть Как кто проходит Вообще видеокурс И я смотрю Что вот Допустим Люди Которые проходили Интенсив Допустим Живой Они хуже всего Проходят Видеокурс Люди Которые там Как бы Мои там Да Ближайшие Кому По каким-то Сотрудникам И так далее Кто-то С кем-то Я сотрудничаю И там Дал доступ И тоже Достаточно За такую Небольшую Денежку Или вообще Бесплатно То Они тоже Не проходят Видеокурс Понимаете Не ценится Вообще Не ценится Я хочу Чтобы человек Не просто кричал Что он Понимаете Вот он Прошел у меня Обучение Я хочу В дальнейшем На сайте Сделать Такой раздел Где Будет Реестр Мастеров Допустим Кто даст Согласие И там Не просто Будет Реестр Мастеров А там Еще Будет Примечание Появляться Присутствовал Сдал Теорию Ребят Ну это Как бы Кто хочет Участвовать Чисто добровольная История будет Кто не хочет Не надо Но Когда меня Спрашивают Заказчики Кого я могу Порекомендовать Я буду Соответственно Отсылать В тот раздел И говорить Ребят Вот люди Которые сдали Практические Экзамены Вот теоретические Экзамены Вот там Вот как бы Разговаривайте И так далее Вот такая вот история Блог по организации Будет Скорее всего Тоже В феврале Организация Малярных работ Тоже Вы знаете Я могу его перевести Только что такое Понятие Международный сертификат Вот знаете Ребята Сейчас скажу Такую вещь Может она вас Очень сильно удивит Но Нигде в мире Так не заморачиваются Как мы С подготовкой К поверхности Я разговаривал С немцами Я вижу Как работают Французы Я смотрю Как работают Англичане Я переписываюсь Практически Со всем миром Они вот так все делают Говорят Русские Вы crazy Вы не понимаете Вообще Что вы делаете Что вы творите Вообще И Многие даже Не понимают Что Как бы Такого качества Можно достичь Они говорят А зачем А я вам расскажу Зачем В ближайшее время В ближайшее время Человек Будет Грубо говоря Два уровня Мастеров Уровень Скажем так Высококачественных Специалистов Которые могут Работать Под жесткий боковой Свет И уровень Остальных Почему так Потому что Появилась такая штука Как световой дизайн Засветку Все видели Лед Подсветку На объектах Некому Понимаете Малярить Некому Поэтому Будущее За теми И за тем Подходом Которые Именно работа Под боковой Свет Европа Европа Она практически Не создала Такой прям Тонкой Тонкой Школы Подготовки Именно Под жесткий Боковой Свет Америка Ну как бы Они тоже Не любят Этим Заморачиваться И так далее И так далее И так далее Получилось Мы со своим Перфекционизмом Глядя на то Как оно в мире Дофантазируя Себе остальное Мы нечаянно Создали алгоритм работы В России Где Мы можем Такие вещи Выдавать В принципе Как бы Ну можем Это как бы Сложно Но можно Ничего страшного Мне Допустим Приятно Когда мои ученики Делают посты Есть даже люди Которых я в глаза Не видел Ребята Они просто Приобрели видеокурс И они постят В инстаграме Стены Где они работают Под боковой свет Под лосева Под кслм Который еще жестче И у них все Просто Просто Бомба Никаких светотеней Все идеально Все четко Понимаете И я от этого Кайфую Вот Мне когда говорят О том Ну покажи Что ты делаешь Нет Я уже Я могу показать Лично Допустим Я даже в группу Некоторые периодически Сбрасываю Чем мы занимаемся Каким декором Какими сложными работами И так далее Ребят Мой подход к работе Доказывается Результатом тех людей Которые уже обучились Применяют И у них все получается И получается очень хорошо И самое главное Знаете какой результат Вообще всего Успокоенность Вот я это очень сильно ценю Когда люди мне пишут Говорят Блин Все стало понятно Предсказуемо И результат стал ожидаемый Понятно и ожидаемо Вот это конечно кайф Вот на это Для этого и работаем Поэтому сертификат На немецком и английском Я могу вам перевести Только Где он будет котироваться Вот в чем проблема Так Можно ли использовать На потолках Один слой ГК 15 мм Из двух слонов Да можно Можно Есть ГСПР У КНАУФа И Стронг У Гипрока Можете использовать По технике безопасности Да Блок доснимем Потому что Практика показывает Что люди Не понимают Что оборудование Бьется током Не понимают Что нужно Одевать защитные маски И так далее Вот Девять с половиной Два не надо Ребят Не надо Девять с половиной Вообще на потолок нельзя Вот Посмотрите Видеокурс Блок теории Можно через WorldSkills Можно через WorldSkills Попробовать Ребят Но WorldSkills Это тоже политика Это тоже организация Серега Там У них Понимаете Будут Свои какие-то моменты И так далее То есть Они там На своей волне Чуть-чуть Эти сертификаты Будут признаны В Европе А кем? Подождите Может я что-то пропустил? Вот Не знаю Как можно сделать Чтобы в Европе Они были признаны Так Так Ребят Давайте Спор пошел Почему 15-1 лучше Чем 2 по 9,5 9,5 вообще на потолок Не применяется Потому что Давайте так 12,5 и 9,5 Разница в толщине Сколько? 30% Когда влага идет Сердечник У вас Какой гипсокартон Быстрее потеряет Прочность И провиснее 9,5 или 12,5 9,5 Если вы склеиваете Между собой ПВА Вопросов нет Но это тот еще геморрой Если Понимаете Все зависит от того Вот грубо говоря У сердечника Должно пропитаться Определенное количество Ну как бы Толщины Чтобы он провис Картон провис Понимаете У девятки Это произойдет быстрее Вот и все Не надо спорить Это все уже давно Очевидно И всем доказано Откройте альбом Технических решений Икнауф И найдите мне Техническое решение Для 9,5 На потолке Так Интересует Организация работ Процесс будет Что-то для ИТР Да Процесс будет Что-то для ИТР Именно Там будет Первая Организация работ С точки зрения Вообще Что должно быть сделано То есть Чек-лист Грубо говоря Что должно быть сделано На объекте Перед началом Валяных работ Второе Что То есть Там будет Наш опыт В том числе С С коммерцией Да Когда мы там Просто не малярили А больше прорабствовали Потому что Иначе невозможно сдать Что должно быть сделано На объекте До начала Малярных работ Какие этапы Малярных работ Существуют И когда нужно Остановиться Грубо говоря Выйти Чтобы зашли Другие люди Обычно там Мебельщики со встройкой Там Пол там Укладка И так далее Там есть деревяшка Когда вернуться И так далее То есть Вот эти все вещи Они будут расписаны В том числе На что нужно Обращать внимание При расчетах Как правильно Принимать помещение То есть Я этом в принципе В интенсивах Уделяю внимание То есть Вы заходите в помещение А на что вы смотрите Вот просто На что вы смотрите Как вы принимаете помещение Вот это все Будет там разобрано То есть На что обращать внимание Где это фиксировать Как это фиксировать Как правильно составлять Смету Которая появляется Только после тех карты Понимаете Как правильно вести Переговоры с заказчиком Ну в смысле Не то что правильно а как грамотно вести, чтобы донести ему свою мысль, как отображать какие-то вещи. То даже сейчас мы допилим какие-то вопросы по договорам, то есть у нас есть наработанные договора, мы сейчас с юристами их еще с разными переработаем, с точки зрения там просто есть законодательство, у нас очень интересное. То есть когда вы работаете с физиками, регулировка идет через закон о защите прав потребителей. Когда вы работаете с юрлицами, вы можете друг другу таких условий нарисовать, что там закачаешься, понимаете, и как вас могут продавить, так и вы можете продавить. И закон о защите прав потребителей между юриками не работает. Вот. И вот с точки зрения того, чтобы у нас все это дело хорошо билось, вот, мы, соответственно, о, Саш, привет, мы, соответственно, все это дело и регулируем. Вот. Так, едем дальше. Едем дальше, едем дальше, пусть будет импорт. Привязка с ними и гипсом, как вам? Не совсем понял вопрос. Так, Сергей, привет, скажите, как будет выглядеть продление курса для просмотра новых блоков по истечению одного года? Смотрите, если вы сейчас, допустим, как, вот, вы, вы можете продлить потом все это дело по подписке. То есть, включится система подписки, и то, к чему вы имеете доступ, вы, соответственно, к нему и продляете доступ. Причем это будет помесячная подписка, то есть, грубо говоря, вы там, хотите продлить себе там на год подписку, там, раз заплатили за год сразу, да, там, будет дешевле. Хотите на месяц, там, будет подписка на месяц. На месяц посмотрели, не нужно, отбросили в сторону, потом зашли, личный кабинет существует, вы зашли, у вас все закрыто, вы продлили опять на месяц, опять смотрите, когда надо. Если вы, допустим, имеете доступ к одному блоку, а ко второй вы не купили, вам сначала нужно купить второй блок, год он у вас доступ к нему будет, а потом вы продляете доступ уже по подписке. Так, иркутску, привет. Димыч, спасибо, да, нормально, справимся с тяжелой ношей. Так, какой свет лучше для работы, эрголиз, лосев и хистул? Смотрите, у них у всех разные задачи, эрголиз, он самый-самый-самый эргономичный, то есть, у него удобная установка, у него удобная распорка, он вообще просто вот, ну, он как-то... Ну, просто вот удобно в работе. Второе, лосев. С точки зрения, допустим, если сравнить лосев и эрголиз, первое, что бросается в глаза, площадь охвата, то есть, я могу лосева поставить в углу, и он у меня пробивает всю стену. Эрголиз бьет небольшой достаточный квадрат в районе двух квадратных метров, то есть, мне его все время надо переставлять по стене. Или очень сильно затемнять помещение, лосевом в этом плане проще. Фестул я использую для покраски и приемки поверхности, если я под фестул ничего не вижу, значит, можно красить. И если мы красим, мы красим под фестул, чтобы видеть факел. Вот, собственно говоря, вся разница. Так. Ребят, что лучше держит трещины? Очень длинный ответ будет на этот вопрос. В видеокурсе я его подробно разбираю. То есть, прежде всего, вы должны разобраться, какие у вас трещины. Ребят, понимаете? То есть, если деформационный, не держит ничего. Если волосяные, держит и то, и то. Но там другие моменты с холстом будут. Поэтому. Так, общаюсь с коллегой из Польши. Он говорит, что ее заказчики, несмотря на смотрительные трениры, наши отделки, уже требуют от своих мастеров такого же качества. Да, ребят, все. Мир изменился. Поэтому мы смотрим на Европу, Европа смотрит на нас. Я с улыбкой жду момента, когда стеклохолст появится в Соединенных Штатах, и все его начнут катать на клей. И клеить, и спорить, на что его клеить лучше, на клей или на шпаклевку. Поверьте, это будет. Так, так это относится к тому, чтобы красить после встроенной мебели. Родион, я крашу после встроенной мебели. Я крашу после того, как паркетчики вложили в паркет, и после того, как встройка встала. То есть нам проще защитить мебель и покрасить, чем потом дефектовать после мебельщиков. Многие со мной спорят, но мы просто... Это экономика. Это просто экономика. Мы считали и так, и так проще. Так, какой клей использовать для фанеры? Ребят, не надо фанеру использовать в системе. Тишка будет котироваться в Европе, когда Ашинску Пейнтер узнает весь мир. Возможно, да. Да, возможно, к этому придем. Почему ГВЛ, а не ГКЛ? Пожаробилку... Так. Так, 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 так. Плитку будем клеить. Так. Тут уже какие-то вопросы не по теме. А, жесткая привязка с гипсом к стене. Она нужна при работах по звукоизоляции, при повышенных требованиях по пожаробезопасности. Это в основном гостиницы и коммерческие помещения с проходимостью любей. Ну, и, соответственно, дальше это надо понимать, что разорвет торцевые стыки. То есть, везде все должно проклеиваться лентой и так далее. И не должен переходить кипсокартон из помещения в помещение. Болошным монолитом. Рвать будет по границе. Вот как, грубо говоря, мы со стяжкой работаем, да, все пропиливаем и так далее. Все те же самые требования переходят на гипсокартон. Если мы решили замонолить потолок полностью из всех помещений, все хана. Разорвет, причем кипсокартон, кровет по диагонали. Вот. Лучше не привязываться. То есть, если у нас нет жестких требований, лучше не привязываться. Но и из помещения в помещение тоже переходить не надо. Лучше рвать по уровню. То есть, у меня есть видео на ютубе. Там мы начинали снимать хороший цикл про одну квартиру. К сожалению, не получилось закончить. Но, по крайней мере, про гипсокартон и про разрывы уровня мы рассказали. Поэтому можно там посмотреть. Так, какой аппарат потянет? Надо разводить просто. Надо разводить. Если не тянет, надо просто разводить. Так. Шитрок-овсет можно приобрести в... Посмотрите у Складом. Посмотрите у Стопил. Посмотрите в Дока-центр. У кого-то еще был. Я не помню. У кого-то еще был. У кого-то еще был. Так. Реквизиты. Я вам вчера выслал на почту счет для оплаты по безналу. Так. В курсе расписано алгоритм на приемке. Как это? Да, на митсмоченную штукатурку. Ну, что делать, если всего этого нет? Ребят, надо исправлять. Надо исправлять. То есть, первое. Если вы понимаете, что у вас основание не готово, то вы или закладываете в смету исправление. Да? То есть, вы говорите, что здесь надо сделать выборку. И, грубо говоря, с сетками восстановить слой до исходника. Или вы просто пишете, что здесь вероятность появления деформационных трещин. И вы снимаете с себя гарантию. В письменном виде вам нужно уведомить заказчика об этом. Вот. Наслете маляров, я сейчас вам вопрос задал. Блин, ребят, наслете маляров было порядка полутора тысяч человек. Я, честно говоря, вопросом не помню. Вот. Так. Какие будешь применять инструменты для конструктивного с партнером? Какие будешь применять инструменты для конструктивного с партнером? Подробно. Непонятен вопрос. Серфикат можно получить без личного присутствия в школе? Смотрите, серфикат, еще раз повторюсь, да. Можно получить, пройдя видеокурс, сдав тесты, выполнив итоговое экзаменационное задание теоретическое и пройдя собеседование со мной по этому экзаменационному заданию. Вот и все. Так. Стена бетанит, ротбон паста, предыдущая подготовка. Смотреть по перепадам надо. Если перепады большие, у нас филон финиш хорошо заходит на перепады. Потом ротбон пастой дорабатываем финиш. Поэтому, как бы, если там только небольшие перепады, то можно филон финиша... Ой, ротбон пастой просто доработать решетку и все. Так, эфир, да, ребят, я вот сейчас... У меня хороший эфир, это связь дома, поэтому эфир, да, хочу сохранить обязательно. Так. Так. Как вам новый 8FS1? Слушайте, я пока, честно сказать, вот я их получил все перед Новым годом, еще не тестировали на объектах. Так. Если не привязываемся к гипсам к стенам, вы ведь ленту клеите на гипс и стену, то есть она... Вот, смотрите, вот вопрос, давайте это... Ну, это отдельная большая тема. Когда мы гипсокартон приводим к штукатурке. Если у нас там молдинг, одна история. Если у нас там молдинга нет, другая история. Вот. Если у нас там молдинга нет, то у нас, грубо говоря, мы делаем фаску, забиваем унифлотом, наклеиваем ленту. Но теперь, внимание, ленту я рекомендую клеить ТАВТейп на полимерную шпаклевку C78, серая крышка, потому что она жесткая и она очень хорошо держит. У системы очень большая вязкость, не будет ни складки, ни трещины. Система унифлот плюс курт – это хрупкая система. Если начнет водить, начнут появляться трещины по границе ленты. Можно будет, конечно, ребят, из инсты, можно будет вырезать из прямого эфира, что хотите. Так, будет ли расставлен регламент сотрудничества с юридическими… Саша, я не понимаю, в чем вопрос. Регламент сотрудничества с юридическими… Регламент сотрудничества с кем? С какими партнерами? То есть вот у нас, грубо говоря, есть друзья, а партнеры – это те, кто, ну как бы, вот мы вместе деньги зарабатываем, да, каким-то образом. У нас так получается, что мы особо деньги-то ни с кем не зарабатываем. То есть мы сами по себе и все остальные сами по себе. К нам приходят люди, допустим, помогают, делятся какими-то, там, чем-то, да, там, оказывают какую-то помощь. Мы им оказываем какую-то помощь периодически, да, там еще что-то. Это называется дружеские отношения. Партнерство – это когда мы помогаем друг другу зарабатывать деньги. Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь, понимаешь, партнерство чего? Вот. Сколько может стоить силу квалифицированного мастера, который реально способен идеально шпаклевать, открасить объект? Клиент просит качества, значит, цена должна быть. Смотрите, ребята, у нас сейчас вот К4 под Лосево, под Лосево, да, она вот, по-моему, ну, по-моему мнению, допустим, в регионах она должна начинаться где-то от 1200-1500, в Москве от 2000 стоимость, да. Почему такая разница? Расходы на жизнь разные. Вот. Вот и все. То есть у вас, грубо говоря, в Москве будет 10 тысяч улетать только на проезд в метро, чай, кофе, и, может быть, вам на связь хватит. А то, возможно, и связь придется отдельным бюджетом выделить. Если вы на машине гоняете, у вас бюджета еще больше. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому где-то вот к региональному ценнику, то есть, ну, Москва – это сверху, сверху, допустим, еще 30-40% от региональной цены. Стена, штукатурена, в идеале, иногда мы и 3000 берем, потому что если у человека там прям жесткие-жесткие требования, тонкая краска, то там и 3 не грех поставить за подготовку. Стена, штукатурена, в идеале, свой финиш, а холст нормально будет поверх хвостаровой пасты пройтись под окраску. Конечно, нормально, в чем проблема. Вот. На гипсовое основание хотим заклеить стеклохолст 150 плотностью. Какой клей использовать? Ребят, я клей не использую. Я клей не использую. 150 не рекомендую использовать. Это для холсты 150, 200, 250, которые витрулановские. Они созданы для того, чтобы их клеить и красить. Они создают, они еще и грунтованные, они создают декоративное покрытие, которое вам позволяет не заморачиваться с финишем, то есть и прочее. Нигде в мире не выпускает стеклохолст для армирования стен. Откуда брать актуальные цены на работу? Будем этого касаться, будем делать прямые эфиры, будем... Все, я понял. Это не партнеры, это смежники. Я понял. Да, мы работаем по договору. Мы работаем по договору. Если мы работаем напрямую с клиентом, если мы работаем с подрядчиками, которые нас знают в сегменте B2B, то мы работаем по ситуации, по соглашению какому-то и так далее. Какую лампу я по приемку после покраски, какую лампу я проводите? Ребята, все зависит от того, какое техническое задание. То есть, если ТЗ было, грубо говоря, принимать под лампу, то есть, понимаете, в чем фишка? Вы должны с заказчиком договориться, под какой свет вы будете работать, под какой свет будет приемка. Если приемка, вы говорите, под лосева, значит под лосева. Я всегда говорю, что есть разные К4 под светодиодный прожектор с Леруа Мерлен навигатора. К4 будет стоить. Ребята, я за 600 рублей его сделаю, не напрягаясь. Под фистул это уже будет, ребят, полторы тысячи. А под лосева это будет две с половиной. Понимаете, везде будет К4, но свет меняется. Вот. Только что рассказал, ребят. Чем лучше работать гипсовыми смесями или полимерными? По ситуации. Гипсовые смеси имеют одно преимущество, полимерные другое. Но у каждого есть своя специфика. То есть гипсы, он хорош на нуле, когда у нас чистый гипсокартон, штукатурка. И полимерка, она просто бесподобна на реставрации. Потому что там, где есть уже полимерное какое-то основание, мы гипсом работать не можем. И цементом тоже. Так, какую краску... И усадка, соответственно, тоже. Какую краску рекомендуете для покраски потолка без следов при попадании света с окон? Слушайте, доберите там любые матовые краски. Вопрос, опять же, да, вот хороший вопрос. Какую покраску порекомендуете? А чем красить собирать? А какой валик? А какой краскопульт? А какие сопла у вас есть? И так далее. Так, зашивка в доле поперек. В чем отличие? Блин, вопросов столько технических, понимаете? Вот в доле поперек. В чем отличие? Вы знаете, как гипсокартон провисает? Он провисает вдоль длинной стороны. Вот есть правила негласные, которые мало кто использует. Это всегда шейте, допустим, если вы зайдете на сайт USG, шитрок, который, да, это те, кто придумали, собственно, гипсокартон. Они пишут, что для 5-левел в Соединенных Штатах делать обязательно нужно по направлению света длинной стороной. Почему? Чтобы бочки не было, парусения, ну, как бы не было вот этих провисаний, не было парусов. И вдоль стен тоже они делают в горизонт, чтобы не было, ну, как бы, выпирания, вдавливания картона и так далее. Поэтому, если под малярку, всегда по свету ориентироваться. А вот если под плитку, наоборот. Потому что гипсокартон должен стоять вертикально, он тогда нагрузки лучше держит весовые, чем в горизонт. Под горизонт, под плитку нельзя. Под малярку идеально финишный слой, а в горизонт, вертикально, под плитку лучше. Так, 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 так. Блок по реставрации поверхности. Да, он будет, он будет. Но сейчас мы пока не готовы его снимать, потому что очень много нюансов. Не до конца проведена систематизация. То есть, там будет, грубо говоря, пока планируются три сценария. Первый. Упор на знания, руки, солдатскую смекалку. С точки зрения затрат материалов минимально. С точки зрения головоломки и внимательности, и компетенции мастера максимально. То есть, грубо говоря, вы там можете взять за работу, но сэкономить мастер, там, клиенту на материалах. Второй вариант. По серединке. То есть, более-менее вы уже используете более дорогие материалы. Легче дышите, свободнее, да. Но, соответственно, как бы вы там уже как-то себя комфортнее чувствуете с точки зрения трудозатрат, но клиент начинает уже больше платить за материалы. И третий сценарий – это когда вы используете материалы, которые не везде можно найти, но при этом вы достаточно комфортно себя чувствуете, но клиент платит за материалы. Вот такая вот идея этого блока будет. И, соответственно, вы сможете предложить любой из них. Но это, скорее всего, будет к концу года, наверное. Сейчас он пока в бета-тестировании. То есть, мы с теми, кто у меня прошел обучение, с кем мы плотно общаемся, мы все эти вещи прогоняем, смотрим, собираем отзывы по материалам, по тому, как себя тот или иной процесс ведет. И уже, грубо говоря, приходим к какому-то вот знаменателю. Ребят, Марс-20 для новичков. Мне очень топ вопросов по механизации. Когда у человека что-то не получается, обычно связано с тем, что у человека китайский аппарат. Вот мне ни разу не написал человек, которого есть Грака. Мне ни разу не написал человек, которого есть Вагнер. Но мне постоянно пишут люди, у которых есть китайцы. Я не против китайского оборудования. Я вижу, что китайцы развиваются, что они создают, допустим, машины сейчас все лучше. Телефоны у них топ. Но у них производство поршневого оборудования, АВД, явно не... Простите. Явно не в приоритете и не в национальной программе. И я просто вижу, что очень много нестабильного оборудования на рынке. Любого китайского. И поэтому топ вопросов. У меня вот там факел не раскрывается, у меня еще что-то. Он часто связан. У меня был случай, когда мне принесли Аспру-2700. И говорят, Сергей, у нас на 512 сопле ФФЛП факел не раскрывается. Я говорю, неси. Они приносят. И говорят, ну, они там про краску думали. Они думали, что они красить не умеют. Я выкручиваю в пол давление, нажимаю на курок. Кто держал пистолет в руке, он знает характерное поведение пистолета. То есть, есть некая такая отдача. А тут я чувствую такое... Я понимаю, что там, ну, наверное, 60, может быть. Ну, 70 максимум. Но не 180, понимаете, которые там на спидометре нарисованы. Я говорю, ребят, у вас датчик давления не работает. Он глючит. А человек считает, что как бы, ну, там, вот, может, он что-то не понимает. Понимаете? Вот когда вы начинаете работать с хорошим аппаратом, вы привыкаете к эталонному поведению оборудования. Потом вы можете выбирать себе китайца. Если вы сразу берете себе китайца, вы ни разу не держали пистолет в руках, очень тяжело выбрать хороший аппарат, понимаете? Вы даже не будете знать, куда смотреть. Вы даже не понимаете, как вообще он должен работать, на что нужно обращать внимание и так далее. Потому что у аппаратов главное стабильность, главное хорошее поведение, электронная голова у поршней. Потому что, ну, поршень, это, в первую очередь, электронная голова, которая регулирует обороты. Вот. И так далее. Так. Блог по монтажу ГВКЛ. Сам не хочу снимать. Не хочу снимать. Но есть идея, чтобы снять его с кем-то из ребят, кто очень хорошо там разобрался. С моей стороны будет методология. С моей стороны будет, как бы, ну, возможность, как бы, как бы, сорганизовать подачу правильную. Потому что, знаете, как вообще видеокурс рождается? Он рождается, грубо говоря, из того, что мы проводим очень долго живые мероприятия. Вот, да, проводим, 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 проводим. А потом вытаскиваем из них всю информацию, собираем в кучу все-все-все вопросы, которые задавались. Вопросы обычно, они связаны с тем, что человек что-то недопонял. И мы понимаем, что формулировки были не те. В живом общении вы можете всегда, получив вопрос, на него ответить. В видеокурсе такой возможности нет. Поэтому там очень важно сформулировать все так, чтобы было однозначно понятно. И мы очень, как бы, много внимания уделяем тому, чтобы покрутить вживую процесс, прогнать его через несколько групп лояльных, нелояльных, агрессивно настроенных там, да, учеников. Агрессивно настроен, это кто? Это кого согнали с предприятия на обучение в субботний ранний утренний день? От них вообще самые шикарные вопросы. И вот, когда мы через это все прогнали, мы уже понимаем, как построить видеокурс и как его сделать. То есть, это очень тяжелая работа, ребят. Видеокурс, это не то, что, там, я взял вам, рассказал, как сделать. Нет, я должен правильно это рассказать, правильно показать и правильно расставить акценты и правильно рассказать вам маркеры. Меня с вами рядом не будет, когда вы будете смотреть видеокурс. И видеокурс должен сделать все за меня. Это очень такая тяжелая работа. Вот, поэтому планируем, но нужно, как бы, определиться с тем, кто захочет с нами вот этот путь пройти. Он очень тяжелый. Так, очень понятно. Так, ладно, не мой вопрос. Так, старый, четыре. Ну, краснодар, что дороже было, все равно так. Ну, и так, правильно считать угрыбку крашеных стен перед покраской потолка. Ребят, вы должны ее считать, но вы можете ее включать как стоимость работы, так и указывать отдельно. Это ваше право. Но время вы на это тратите. Андрей, да? То есть, нет у нас четкого стандарта К4. Раз под одну лампу, это одно, под другую, другое, это другое. Я полагал, что норматив всегда один. Вы, вот, правил почитайте. СП, сейчас напишу. СП, 71, 13, 330, от 2017 года. Вот. Эть. Ребят, подожди. СП. Видите? 71, 13, 330, 2017 года. Седьмой раздел, где показана таблица приемки поверхности К1, К4. Я когда-то приложил к созданию этой таблицы руку. Вот. Это, по большому счету, калька с немецкого стандарта. Там написано подбоковой свет. Что является боковым светом? Это уже вы должны с заказчиком определяться и прописывать договоре, что вы принимаете подбоковым светом. Это, в моем понимании, это эксплуатационный боковой свет. Если это свет из окна, вы, соответственно, смотрите, что при боковом свете, эксплуатационном свете из окна у вас дефектов нет. Если понимаете, что на стене направленный светильник, то есть эксплуатационный свет будет направленный светильник, и вы должны, соответственно, указывать это в договоре. И вы уже даете гарантию, что под этот свет проблем не будет. Понимаете? Причем самое интересное, что по всем кабинетам, по всем, точнее, помещениям в квартире у вас может быть везде разная К4 в зависимости от бокового света. И, соответственно, цена на производство работ будет разная. разное то есть в одном месте у вас будет 3000 рублей вон там допустим под жесткий боковой свет а напротив стена полторы тысячи рублей и тоже будет к 4 потому что боковой светом уже другой вы соответственно делать и примете у вас тогда смета она плавающая у вас в точке может быть высокая цена а в сумме за объект цена будет меньше чем у ваших там партнеров которые в этом не разбираются вот вся фишка как бы бокового света так андрей проблема если у тебя аппарат нестабилен и у тебя на ходу он начинает спотыкаться и терять давление то есть вопрос про не китайским аппарате а проблема в том что человек новичок нет именно если у тебя датчик давления не адекватен у тебя просто показывать не до давления если у тебя начинает аппарат спотыкаться в процессе работы и теряет давление пульсация начинается это проблема аппарата а не твоя проблема с этим ты ничего сделать не сможешь если ты считаешь что это как-то можно решить блин я готов это выслушать очень интересно как бы да вот что мне делать если у меня начинает вот так вот змейки начинает плясать факел при покраске приз давление падает на 20 там 30 очков я честно говоря решение не знаю так но еще раз на ребят свод правил 71.13 330 2017 года все записи посмотрите и прочитайте этот документ еще раз значит я не против китайцев я просто говорю про то что среди них много аппаратов не адекватных и прежде чем выбирать себе китайца нужно сначала в теме разобраться когда у вас стабильный аппарат у вас одно неизвестное уравнение пропадает помните да что такое уравнение с такими неизвестными это очень такая то не просто там 7 y плюс 25 там равно 146 допустим да нет это 7 y минус 3x плюс там 21 z равно так вот чем меньше у вас неизвестных уравнений ребят тем легче жить и работать и я допустим за то чтобы одно не то есть поменьше было неизвестных жизни вот начинать нужно со стабильного аппарата начинать нужно со стабильного продукта и так далее когда вы с этого научились вот как вы учитесь ездить на машине вы на трассу выезжает сразу нет на автодром заезжайте с инструктором который вас потихонечку 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 как бы ведет да и вы уже соответственно потихоньку потихоньку осваивая технику понимая как она работает понимая как себя вести в ту или иную ситуацию вы уже выезжайте потом на дорогу там и так далее так далее так далее да на дороге вы сначала видите бордюры встречку потом начинаете замечать знаки потом уже видите людей там да допустим условно, ну, смеюсь я. Потом там и так далее. То есть, ваше мастерство растет. Вот. Но вы как бы осваиваете. А если у вас машина неисправная, она глохнет. Вы как будете трогание в подъем сдавать? Потом, потом, вы, конечно, там оп-оп-оп, все, разыграли. Но если вы с нуля куда вы лезете просто? Я вот, ну, я не понимаю. То есть, садиться за неисправную технику, учиться ездить, ну, это бред. Лучше бы ушку купить какую-нибудь. Ребят, есть, зачем такой геморрой? Я объясню. Есть такая штука, называется конкуренция. Это раз. Второе. Есть объекты, где, допустим, вы понимаете, что вам там заморачиваться, грубо говоря, три стены на всем объеме. Ну, поставите вы на весь объект полторы тысячи, да, допустим. Хорошо. Но эти три стены будут в большой площади, будут ответственны, и вы на них будете висеть постоянно. Просто вот вы на них будете висеть, вы будете лизать, а весь объем будет стоять. И вы заказчику даже не сможете объяснить, в чем проблема со сроками. Ты ему говоришь, ну, я вылизываю. Он говорит, а что ты то не вылизываешь? Понимаете, когда вы это все разбили четко, по разной стоимости, заказчик понимает. То есть, мета правильно составлена. Она нужна не только для того, чтобы деньги забрать. Она нужна для того, чтобы сроки работ спланировать. Правильно спланировать. И правильно объяснить заказчику, что вы делаете в этот момент. То есть, у вас должен быть четкий план график производства работы. Вы должны понять, сколько времени потратить на то или на то. Понимаете? А иначе наступает вот это вот раздражение, что вот мы там это, мы там то, мы там пятое, мы там десятое, мы там работаем, а стены белые. Понимаете? Приходит заказчик и говорит, а у вас стены белые. А у вас в одном месте перепад сантиметров, понимаете? А в другом месте у вас там на сдир надо пройти. И вы с этим сантиметром накидываете, накидываете, накидываете. А в чем была проблема? Неправильно составленная смета. Если бы у вас в смете было указано, что в этом месте и будет локальное выравнивание правила, вы бы, соответственно, не стояли, не краснели и не злились на тупого клиента, который вам просто мозги взрывает попусту. Вы ему сами не объяснили эту вещь. Вот для чего это все делается. Ребят, все нормы расчетов, по большому счету, вы можете просто указывать в договоре. Вот и все. Что является погоножом, что является квадратурой и так далее. Вы просто берете, считаете и утверждаете, что это будет считаться вот так. И все, понимаете? И все будет хорошо. Смотрите, подрезка, штукатурки, заглаживание. Если вы ведете объект самостоятельно, вы бережете стены, вы, грубо говоря, эти стены доживут до конца, то вы можете сделать заглаживание и поклеить обои. Особенно, если штукатурка у вас белая на юге, допустим, вы живете. Или там у вас белая в Москве вы нашли. Неважно. Если у вас нет белой, вы можете грунт использовать там белый, плодобой и все. Если же вы понимаете, что у вас куча смежников, которые стены ушатают, смысла никакого нет заглаживания. Так, ребят. Так, Саша, давай, у тебя есть возможность просто задавать вопросы и в техподдержку, и куда угодно. Давай сейчас не будем просто тут. Так, спасибо за видеокурс. Начал смотреть просто топ. У вас все хорошо описывается. Только, каким образом догадаться. Так, по грунту, да, отдельно это все разбираем. Так, были вопросы. Значит, еще, смотрите, какого рода. Что у нас там с Юрой? С Юрой, так понимаю, Давыдовским, да, про пейнтер. Ничего. Человек написал комментарий и все. И он, как бы, у него одно мнение по процессам, у меня другое мнение по процессам там каким-то. У нас нет никакого конфликта, у нас все хорошо. Есть просто люди, которые считают, что то, чем я занимаюсь, это неправильно. Это неправильно, потому что я беру деньги с мастеров за обучение. Я их, как бы, обдираю. Понимаете, как липку. Ну, во-первых, давайте, ребят, так. Мастера бесплатно получают оборудование. Может быть, материалы они бесплатно получают. Еще вопрос на засыпку. А работают мастера бесплатно, да? То есть, они этим занимаются для того, чтобы, ну, как бы, просто творить добро. То есть, денег они за это не получают. Правильно? Ну, понимаете, абсурдность вообще просто ситуации. Вот мне всегда вот это вот, ну, как бы, было смешно и интересно. То есть, смотрите, я потратил несколько лет на то, чтобы на базе какого-то... Я в Семин, знаете, зачем пошел? Я в Семин пошел за тем, чтобы создать учебный центр, который бы учил людей малярным работам. А знаете, почему я оттуда ушел? Потому что я понял, что этого малярного центра не появится. Вот так, ребят, понимаете? Я вам сейчас расскажу одну страшную тайну. Никому вы нахрен не нужны. Потому что у каждого свои задачи. И это не жесткость. Это не критика в сторону производителя. Это называется... Каждый занимается своим делом. Производитель производит материалы. Мастера выполняют работы. Заказчик зарабатывает деньги на своей работе и так далее, и так далее, и так далее. Мы живем в очень жестком мире. Так вот, нет никакого смысла производителю учить вас работать каким-то продуктом, если он не видит с этого выхлопа. Если он видит, что выхлоп и так есть, какой смысл ему делать еще что-то лучшее и тратить на это деньги? Это экономика, ребят. Это бизнес. Понимаете? Так мир устроен. И самые успешные люди, они очень жесткие. И они очень прагматичные. Понимаете? Как устроена система образования в других странах? Она устроена очень просто. Государство занимается образованием. В России, ребят, государство не занимается образованием нас. Оно совсем не занимается этим образованием. Если детьми еще как-то занялись, там вот эта система, WorldSkills и прочее, то для, скажем так, уже мастеров, которые работают сейчас на рынке, да, ничего не создано. Ничего. Какой сейчас путь для мастера? Просто вот, ну, прийти и как бы освоить профессию. Прийти в бригаду. А сколько этих бригад? Вы вокруг себя много профессионалов видите? По чесноку, вот в малярных работах, например. Я до сих пор вижу, как гипсокартон крестиком собирается. Вот так вот стык, понимаете? Стыки вот так вот встречаются. На топовых объектах, в клубных домах в Москве, понимаете? И ты спрашиваешь, ты где учился? Да я там у Васи. А Вася у Пети. А Петя у Семеновича. Я уже 20 лет в профессии. Для меня уже, понимаете, скоро будет 20 лет в профессии как диагноз. Потому что 20 лет назад никто никого, ничему не учил. И если человек с того времени еще ничему как бы, ну, не поменялось у него в голове, это значит, что он автоматом работает неправильно. Гораздо приятнее работать с ребятами, которые вышли на рынок последние 5-6 лет. Которые выросли на Ютубе, которые пытались разбираться, понимаете, в этом всем и так далее. У них уровень образования выше. И это объективно, я это вижу своими глазами. Теперь о том, собственно говоря, чем я занимаюсь. Когда я понял просто, что это нереально, но нереально кого-то сподвигнуть, чтобы профинансировать образовательный проект и прочее. Я понял, что нужно создавать свой образовательный проект. И вначале я полагал, что это будет, как знаете, некая такая провокация. Может быть, кто-то там решится создать подобное из производителей. Знаете, что сделали производители? Они пришли, сказали, ну, часть, допустим, я не про всех говорю. Были случаи, когда ко мне приходили, говорят, классная штука, давай мы к тебе людей будем отправлять. Понимаете? Потому что им проще это на аутсорс вынести и все. И не заморачиваться этим, потому что это очень дорого. Содержание учебных центров это очень дорого. А кто там будет преподавать, понимаете? Вы знаете, сколько, допустим, вообще зарплата у людей, которые преподают в учебных центрах у производителей? А вы поспрашивайте на досуге. И представьте, какая должна быть мотивация или наоборот уровень человека, чтобы работать в таких вещах за такие деньги. Это очень непросто. Это очень непросто. Я про колледжи вообще молчу с этими зарплатами. Так вот, когда я понял, что единственный вариант создать то, что я хочу, это создать платные курсы и двигаться. То есть мы начали в свое время с интенсива в 19-м году. Это был мой первый опыт. Потом мы пошли дальше, дальше, дальше. И я понял, что это схема рабочая. Я понял, что это реально рабочая схема. И я выдаю то, что я хочу выдать. Я ни от кого не завишу. И я даю мастерам ценность. То есть я даю опыт, который собран со всей России, и не только с России. Который переварен, перекручен, понимаете, уже выжимка трехдневная. Она там дает массу информации. Просто массу информации. И такой информации ни у кого нет. То есть у меня на самом деле все очень просто. Я к малярке отношусь очень просто, понимаете. Это процесс, который должен быть прост, понятен, описан со всеми там определенными маркерами и так далее. Потому что это всего лишь подготовка с тем. Покраска, декор, это уже, да, настоящие малярные работы, которые их нужно осваивать. К этому нужно стремиться там и так далее, и так далее, и так далее. Это уже, ну, мастерство уже выше, 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 выше. А это всего лишь подготовка. Мы очень сильно застряли на уровне подготовки. Но сделали ее идеальной в России. Так вот, есть люди, которые говорят, что ты не должен зарабатывать на мастерах. Я говорю, хорошо. Тогда, может быть, я вообще ничего делать не буду. Они говорят, ну, хорошо, ты снимай видео просто на Ютубе. Я говорю, а кто мне денег даст на то, чтобы я видео снимал на Ютубе? Они говорят, а что сложного-то? Достал телефон и снимай. А я говорю, хорошо. А объект найти, взять, да, там. А вместо работы сделать съемки. А оборудование для съемок. А время, а монтаж и так далее, и так далее, и так далее. Да, там какие-то вещи. А самое главное, как бы, если делать, вот кто видел видеокурс, скажите, как вы думаете, сколько работы было вложено в то, чтобы снять видеокурс? Полгода. Ребята, полгода, из которых 9 десятых материала в свое время ушло просто в отбой. Мы его просто не смогли вообще, то есть обработать. Там где-то звук терялся, где-то видео терялось. Мы переделывали стенды, делали заново и так далее, и так далее, и так далее. И только уже последние 3 месяца мы подобрали инструмент, оборудование, правильно, ну, для съемок, я имею в виду, звук, камеры, там, и так далее. И то где-то слетало. Потому что невозможно малярку снимать, понимаете, вот там, остановись, я сейчас подойду, поснимаю, да. Матрицы перегревались на камерах, они выключались. Просто потому что, ну, если ты делаешь, ты должен сделать нон-стопом это все. И там было очень много проблем, понимаете, всего этого. Для того, чтобы снять это на YouTube, это огромные деньги. Понимаете? Это огромные деньги. Соответственно, как бы, где их взять? Мне никто их не дал, представляете? Никто не пришел, их не дал. Ни производители, ни добрые люди, которые мне говорят, давай мы тебе поможем. Когда ты им говоришь цифры, которые нужно помочь, они говорят, о, у меня таких денег нет, я тебе могу там, ну, 100 рублей перевести в месяц донат. Ребят, это не про то. Второй момент. Смотрите. Хорошо, допустим, я говорю, где взять деньги? Никто не отвечает. Говорят, иди к производителю. Уходил. Не, не помогает. Дальше говорят. Ну, ты понимаешь, нельзя так делать, чтобы вот с мастеров, как бы, деньги брать. Почему? Ну, почему? Это работа. Это мое время. Это мои ресурсы и так далее. Почему нельзя? Я не понимаю. Мастер платит многим. Мастеру платит, понимаете? Если информация помогает человеку делать качественно, предсказуемо и прочее, почему-то информация не должна стоить денег. Получив эти деньги, вот в России, понимаете, не умеет считать деньги. Я когда в КНАУФе работал, я узнал, что такое производственная себестоимость. Когда мы планируем запуск продукта, допустим, это была часть моей работы, я планирую цену на продукт. Но немцы, они говорят, ставь цену, ну, примерно на таком уровне, да, через полгода мы выведем, так называемую, производственную себестоимость. Немцы, у которых все уже отлажено, они через полгода только собирают все совокупные расходы и говорят, на самом деле себестоимость продукта столько-то. И происходит корректировка цены или она остается на прежнем уровне, если мы остались в норме расходов, понимаете? В России, вот допустим, в свое время, когда в 18-м году Лосев запускали лампу в продажу, я тогда общался с Пашей Кушаевым, с Олатим, с Илюхой Корчугановым. Я им сказал, лампа не должна стоить 7,5 тысяч, она должна стоить 15 тысяч, потому что ближайший конкурент это Эрголиз. Эрголиз за 30 тысяч рублей, за 27. Ребят, вы просто деньги вложите в производство, сделайте необходимый запас, у вас должен быть запас на то, чтобы исправлять косяки, дорабатывать, работать с рекламацией и так далее. То, что вы сейчас себе в голове придумали, и вы запустите, у вас как бы не будет ничего. И вот тогда вот эти два идейных организатора, Илюха Корчуганов, Паша, они говорят, да нет, мы хотим сделать мастерам добро. Я говорю, да вы не сделайте добро, вас обольют грязью с ног до головы, потому что у вас будет дешевый, недоработанный продукт, и вы все равно останетесь просто, ну, чертями. Так и произошло в первый год. Люди просто критиковали, а что здесь не то, а что здесь не то, а что здесь не то, а что это нельзя было доработать. Если вы поставили уже планку цены, вы не можете выше подняться, ниже, можно опуститься, выше нельзя. Я говорю, поставьте выше, а потом акциями опускаете, понимаете? Это русский маркетинг, вот здесь люди не считают, что еще будет куча затрат. Вы когда на объект заходите, допы возникают, возникают. То же самое в производстве, то же самое в любом процессе, понимаете? Поэтому нужно сделать с запасом, а потом уже какой-то иметь люфт на то, чтобы куда-то среагировать. Так выглядит любой процесс. То же самое у нас с видеокурсом, то же самое у нас с объектами там выглядит и так далее. Все равно есть какие-то нежданчики, поэтому мы работаем вот так. И вы работайте так же, вы всегда учитываете, что есть какая-то определенная экономика, понимаете? Когда, соответственно, я провожу обучение, что я должен сделать? Для видеокурса куча нужно всего, чтобы снять видеокурс, понимаете? Для того, чтобы провести оффлайн обучения, помещения, стенды и так далее, и так далее, все то же самое. Плюс простое, плюс всякие ограничения ковидные, там не ковидные и так далее, и так далее. Людей накормить надо, понимаете? и так далее. Поэтому собственно говоря, когда со мной люди спорят, они мне никакой понимаете, аргументации не дают зачастую. А возвращаясь про Painter, Юра Давыдовский усомнился в том, что Павел Кушаев соло-тим, он недостаточно хорошо знает монтаж лепнины. У нас 22-23 будет монтаж лепнины полиуретановой с Пашей курс проводится оффлайн. И он как бы высказал свои сомнения. Я говорю ты работу видел, человек? Он говорит нет. Я говорю, ну все, психологически портреты, мысли, доводы. Они меня не интересуют. Я с этим человеком общаюсь не один год. С 18-го года мы с Пашей общаемся. Человек интересный, больше идейный. Такие всегда страдают. Они все время куда-то там бегут с флагами и так далее. Паша, извини. Но так и есть. Они страдают из-за этого и так далее. И мы проводим курс вместе, понимаете? Юрий ответил, мы проводим курс вместе, потому что я знаю, что преподавать это тяжело. То есть с Пашей техническая информация, с меня правильная расстановка акцентов, нюансов, наш опыт и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, ну сомневается человек в чьей-то компетенции. Ну сомневается и сомневается. Вот дальше. Я соответственно этим людям всегда спрашиваю, а кто учить должен? Они говорят, должны учить какие-то там авторитеты. Вы этих авторитетов видели? Я обучал людей, которые в колледжах преподают. Ребята, это зачастую просто трешак. То есть люди просто базовых вещей не понимают. Они же никогда на объектах не работали. Чему они преподавать будут? Понимаете? Они не знают, как это весь процесс выстроить. Они делают игрушки, понимаете, аппликациями занимаются. Они не понимают, как вообще с этого потом вот этот мальчик, он выйдет. Я всем говорю одно и то же. Вот мне когда с преподавателями общаюсь, я говорю, покажите мне человека, который сейчас придет ко мне на объект и сделает работу. Они говорят, у нас нет таких. Я говорю, то есть вся система образования не может выдать несколько людей, которые придут и смогут деньги зарабатывать на объеме? Нет. Таких практически нет. Понимаете? Где брать этих специалистов? Да мы сами этими специалистами уже в многом стали. Понимаете? Если вы уже делитесь с кем-то информацией, это хорошо. В чатах вы делитесь и прочее. Просто понимаете, тут какая история возникает? Многие боятся взять на себя ответственность. Когда ты берешь деньги, это ответственность. С тебя уже спросить могут. Вот я тебе заплатил, а у меня не работает. Поэтому на самом деле многие остаются за кадром, как бы, да, вот за периметром вот этого, да, котла плавильного. И они говорят, я тебе расскажу, как делаю я. Но если у тебя что-то случится, ты мне не звони, мне некогда, я на объекте работаю. Очень удобная позиция. Так в итоге, понимаете, какой путь-то у человека, допустим, в профессию? Прийти в бригаду? Кому? Количество бригад, которые на виду и доказали свою компетенцию, ну еще там, ну 100 единиц будет. А сколько людей живаешь? Знаешь, сколько в малярке работают людей? 240 тысяч человек в России, из которых на канал Школы Маляров подписаны 40 тысяч, из которых половина заказчики. То есть активная аудитория всегда 10%. 24-30 тысяч человек это те, кто хочет развиваться. Такой закон по-другому не бывает. Из этих 24 тысяч, условно говоря, около 500 приобрели мой видеокурс. Остальным где учиться? 24 тысяч. Где? Нигде. Я в свое время всегда вспоминаю, я вот таким людям всегда привожу пример. Помните фильм «Офицеры»? И там в конце был такой кадр, когда его, значит, главного героя зовут в генеральный штаб и говорят, ты будешь учить офицеров, чтобы они учили своих подчиненных. Он говорит, нет, я поеду к себе в часть, в которой мой сын служил, погиб. И, значит, я буду там. И он уезжает, и такая сцена фильма, там, значит, все его приветствуют, все хорошо, мурашки по коже у всех, классно. Когда я вырос, я все время задавался вопросом, кому он хорошо сделал, главный герой. Одну часть воспитал, а мог бы все части воспитать танкистов. Все. Понимаете? Помните фильм «Офицеры»? Вот эту концовку. Так вот, в нашей жизни то же самое порой. Работает человек и говорит, я вот воспитаю там двух-трех там человек-подсобников, да, там туда-сюда. Это хорошо. 24 тысячи активных пользователей, что им делать? Куда идти? Некуда. То есть мы так очень долго будем эту систему, понимаете, перерабатывать. Поэтому я пошел по пути, что я создал образовательный проект, понимаете, и я пытаюсь масштабировать. Почему масштабировать? Почему видеокурс вообще появился? Я очень долго к нему шел, я очень сильно его боялся. Я боялся, что меня зовут инфо-цыганом, в итоге все равно назвали, какая разница. Вот. Но почему я... Мне еще в пятнадцатом или шестнадцатом году братья Кравчук сказали, что нужно видео Сережа. Это были мои первые там ученики, когда еще в Кнауфе учился. Я приехал к ним, наглядно все показал, они просто офигели, они сказали, все так просто. Я говорю, да, вот так... Да, все, они за три дня бахнули квартиру, просто К2+, и все, они... У них эйфория была, понимаете? Вот. Я начал гипсовыми составами работать. У них эйфория была. Так они мне сказали, говорит, нужно видео, потому что из головы выветривается. Я говорю, ну, как бы, я понимал это, но я не мог к этому прийти, потому что у меня был внутренний комплекс. Я такой же человек, как и вы, я тоже боюсь, понимаете, я боюсь брать деньги, я боюсь повышать цены, я боюсь конфликтов с заказчиками. Все то же самое. Я через себя перешагиваю. Самый большой страх был стать инфо-цыганом. Я через это перешагнул, создал видеокурс, и когда пошли первые отзывы, люди сказали, что огонь, мы можем в любой момент зайти и пересмотреть, потому что большая часть информации пролетает мимо, забывается. Я понял, что я сделал нужное дело. Понимаете? Видеокурс... Вот я сейчас, допустим, всем рекомендую. Если вы хотите приехать на живое обучение, вы сначала видеокурс приобретите, посмотрите. Если вам чего-то не хватит, тогда уже можно ехать на живое обучение. То есть я его создал в формате видеоинструкции, и я очень доволен продуктом. То есть возможно, через 2-3 года, когда мы наберем там обратную связь, мы его переснимем, сделаем версию там 2.0, ну как бы с обновлениями, может быть, какие-то ракурсы поменяем еще, там добавим еще чего-то. Но суть там уже все, она не поменяется, она идеальна. Там все отработано, понимаете? Продукты вот так ведут себя, инструменты вот так работают. То есть я расписал, какой инструмент за что отвечает, я расписал, какие материалы для чего используются, и так далее, и так далее, и так далее. Там мало что поменяется. То есть нюансы может быть какие-то. Может качество съемки изменится, может я рубашку другую одену. Не суть. Так вот, люди, которые говорят, что я буду на объекте учить пособников, они подобны вот этому офицеру, да, Трофиму, который уехал к себе в часть, и он не стал учить других людей. И когда таким людям предлагают прийти куда-то преподавать, прийти куда-то учить, они говорят, я не готов. К чему ты не готов? Ты считаешь, что ты плохой мастер? Да нет, если ты меня критикуешь, да, если ты критикуешь мою работу, если ты даешь советы, значит, ты хороший мастер. Ты разбираешься в процессе, это объективно, ты разбираешься, ты четкие вопросы задаешь. Но ты на самом деле просто боишься, что тебя начнут клевать. Тебя начнут просто клевать твои там попутчики по рынку, там, да, твои коллеги, они скажут, а что ты вдруг решил, что ты так можешь-то, а? А что это вдруг-то, а? Че ты там принимаешь-то, а? Такое. И человек этого боится. В России вообще, в принципе, да, со стародавних времен еще Гоголь писал, еще Гоголь писал, когда он вернулся с Европы в Россию, говорит, первая статья, которая попалась мне на глаза. Это была статья, где достаточно грязно и грубо меня ругали. И, говорит, я понял, что я дома, потому что, говорит, характерная черта русского человека это безоглядная и беспощадная критика. Понимаете? Безоглядная и беспощадная. То есть у нас русский человек, он из крайности в крайность. То прощает цареубийц, там, убийцы и вообще маньяков, да, то критикуют за всякую мелочь. Поэтому, по моему мнению, как бы честно, ребят, ну, не хочет человек преподавать. Не надо. Это нелегкий труд. Это тяжелый труд. Но преподавать кто-то должен. Потому что, ну, я вам писал ситуацию по-другому. Я не вижу вообще, что она изменится. Людей еще раз очень много на рынке, которые хотят учиться и не знают, где учиться. Ко мне приходят компании и просят обучить своих сотрудников. Понимаете, компании. Большие компании. Серьезные компании. На слуху. И там другая проблема. То есть они не понимают, что процесс малярки тесно завязан на процесс остальных производств работ. И я говорю, вам сначала это нужно устаканить. А малярка это финиш. Это батареечка садится. И если у вас вот этот процесс, вот этот процесс не устроен, то ничего хорошего не будет. Понимаете? То есть малярка это в конце. И вот у них у многих проблемы как раз с организацией работы, а не с маляркой. То есть малярку-то можно поправить людям. Но с остальным проблемой. Так. Ну, что там у нас еще? Вопросы насыпались. Давайте-ка я вниз перемотаю. Так. У которых, помнишь, кажется, что катурки вышли на правильный. Так. Это нюансы. Так. Гораздо быстрее с меньшим границами. Так. Сергей, скажи свое мнение. Как ты думаешь, исчезнет ли сын когда-нибудь реальные халтурчики, которые пришли, наляя, привязали 100 рублей за метр? Конечно, исчезнут. Работайте под боковой свет. Понимаете? Вот меня многие критикуют. Зачем ты поправишь боковой свет? Вот смотрите. Очень важный момент. Да. Я всегда об этом говорю. Когда меня критикуют люди, говорят, зачем ты этот боковой свет вообще на стены вытаскиваешь? Типа, мы и так работаем, у нас все хорошо. Хорошо. Но когда вы приходите к другим людям и вас просят оценить качество работ, на переделку приходите, еще что-то, вы что делаете? Вы достаете боковой свет и смотрите стены. То есть, когда вам нужно оценить поверхность, вы используете боковой свет. Но для работы почему-то вы считаете, что он не нужен и популяризать его не нужно. А знаете, я вам так скажу, что именно боковой свет позволит халтурщиков убрать с рынка. Потому что когда ты ставишь боковой свет и под нему работаешь, все. Ребята, это объективный критерий. Там или будет, или не будет. И именно распространение, популяризация работы под боковой свет, она уберет вот этот блок халтурщиков просто в тень. Но для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы люди умели под боковой свет работать. А многие не умеют. Они говорят, да что заморачиваться. А для того, чтобы уметь работать под боковой свет, нужно понимать, с каким типом основания ты столкнулся, какими материалами нужно работать, каким типом инструментов нужно работать, чем шлифовать. И чем самое главное шлифовать и обрабатывать финиш. И как его делать, понимаете? Базу, финиш и так далее. Люди это не готовы. То есть, под боковой свет, ребят, ответ очень простой. Популяризуйте боковой свет, и их халтурщики выйдут с рынка автоматически. Так, Андрей, на нас что-то пропустил. Сергей, вчера мне всякие умники несколько лет рассказывали про то, что они в теме. Они смотрели Земского. Завтра мне начнут тыкать серфикатом в школу маляров со всем уважением к тебе. Я рассказывал про серфикат, ребят. Если, Андрей, ты считаешь, что моя система неправильна, обоснуй. Но ты не знаешь, как я работаю. Ты не проходил у меня обучение, ты не приобретал видеокурс, ты не смотрел и так далее. То есть, ты считаешь, что у тебя все хорошо, ты как бы специалист. Не вопрос. Завтра, если придет человек к тебе и скажет, что он умеет работать, его на школу маляров. Первое, посмотри, сдал ли он теоретический экзамен. Когда появится практический, смотри на это. Если он работает как бы в системе, у него результат будет. Поэтому при всем уважении, без уважения, Андрей, мне неинтересно, честно скажу. Вот, мне неинтересно. Я считаю так, что я делаю все для того, чтобы донести до людей информацию. Я делаю систему тестирования. И когда я сделаю окончательный практический экзамен, возможность, да, введу такую, то я буду говорить, что вот эти люди прошли практический экзамен. И они могут это сделать. У них есть все знания, навыки, чтобы это сделать. Но будут ли они это делать, зависит от человека. Понимаете? От его настроения, от его ментальной выносливости, готов ли он вытянуть этот объем работ, не сломается ли он, не махнет ли рукой. Но когда мне заказчик скажет, Сергей, а у тебя этот человек на сайте, я скажу следующее. Этот человек знает, как делать. И вы его можете крепить по полной, потому что он знает, как это делать. А вот то, что он не сделал, является отягчающим обстоятельством. Понимаете, как это работает? То есть сейчас человек может не понять, я не знаю, как он понял информацию, еще остается какой-то люфт. Но когда мы дойдем до практического экзамена, практической аттестации, там уже люфта не будет. Понимаете? То есть человек уже все. Даже теоретический экзамен, он уже очень сильно у меня из, грубо говоря, там 500 человек, которые там на курсе есть сейчас, я не помню, сколько, честно говоря, количество англошники. По-моему, только 10 человек сдали экзамен. Ну, написали экзаменационное задание. 10. 10. Представляете? Вот уже, понимаете, какой отсев идет, уже какая идет история. То есть чем дальше эта история будет идти, то есть экзамен уже теоретически, он уже очень сильно отсев проводит. А практически будет еще, грубо говоря, жестче. Поэтому... Сейчас работаю по системе твоей, но пока не могу понять почему так долго. Потому что с непривычки, ребят. Потому что с непривычки вы ломаете алгоритм, понимаете? Это когда ты ходишь, грубо говоря, привык толкаться с правой ноги, а тебе говорят, надо толкаться с левой ноги. И ты все время застреваешь на этом процессе, то есть ты перестраиваешься. Есть люди, которые перестраиваются за 2-3 месяца, есть люди, которые перестраиваются за год, есть люди, которые перестраиваются сразу. Вот и все. То есть у вас, скорее всего, не хватает планирования, правильного планирования, потому что вы к одной стенке прилипли и вы ее лижете. Большинство проблем обычно бывает с тем, что вы не понимаете. То есть вот знаете, как мой вам совет? Возьмите одну стену, сделайте от начала до конца. Не все стены на объекте делайте, потому что вы зависаете на одном процессе, начинаете его абсолютизировать, вылизывать. А вы одну стену возьмите и сделайте. Я ее за 3 дня делаю до К4 на интенсиве. Возьмите за 5 дней, сделайте одну стену на объекте. Просто от А до Е и покрасьте. Как выкрас заказчику, пускай он успокоится. А для себя вы поймете, как эти все процессы выглядят, как они все внутри там устроены, на что стоит заморачиваться, на что не стоит заморачиваться. Вот мой вам совет. У вас будет сразу все полегче. Так, что-то я вопросов столько, это самое пропустил, пока тут диалог. Так-так-так-так-так-так. Бош еще не тестировал, ребят. Жираф не тестировал. Только что, говорите за монтаж ГКЛ. Тут походу полмира сейчас висит. Так, про монтаж ГКЛ не говорю. Так, люди цены за то, что вы сплатили деньги, да? То есть, просят пополнить, в какой город? Москва. Так-так-так-так-так-так. Промонтаж гипсокартона, ваше мнение. А, в долларах, я понял. Так, лосья со множеством недостатков. Да, конечно, со множеством недостатков, ребят. Ну, конечно, со множеством недостатков. А что, машины идеальные, что ли? Понимаете, вот есть у маркетологов, есть такая притча про то, как пришел в каменном веке, там, чувак придумал колесо, из камня его выточил. И там, как бы, совет старейшин собрался, говорит, ну, мы подумаем вообще, стоит ли твой продукт вообще внедрять. Они сели и начали его, как бы, раскручивать, да? Это про технорей, про абсолютизаторов. Они говорят, ты знаешь, не пойдет, потому что камень хрупкий, там, туда-сюда, пятое-десятое, нужно из дерева, из дерева спицы. Но даже это не поможет. Нужно, короче, из металла все сделать, потом покрышки сделать, понимаешь, там, пневмо всю эту систему сделать. Но к этой пневмо системе, чтобы все работало, нужно подвеску. Мы еще до таких технологий не доросли. Потому что, знаешь, что самое главное? Под это все нужны идеальные дороги. Поэтому иди ты-ка своим каменным колесом к черту. Это такая притча от маркетологов про перфекционизм, понимаете? Поэтому, как бы, результат, он, как бы, вот тот же Лосев, допустим, он, это хорошая, хорошая лампа, на самом деле. Она работает. Самое главное, ребят, знаете, в свое время, когда они прислали первую в восемнадцатом году на обзор, они говорят, можешь что-то про нее сказать? Я говорю, когда она сто раз у меня упадет и не погаснет, я про нее скажу. У меня первая лампа до сих пор не погасла. Да, у нее там кнопки отлетали, провода вырывались, там, корпус в лохмоте, там, еще что-то, но она светит. А самоделки, понимаете, на том фоне, у меня был эрголиз, было 11 человек подчинений, и я не мог каждому по эрголизу купить. Мы делали вот эти орлайтовские самоделки, понимаете? И они у меня через, там, максимум 10 падений, они начинали стробоскопить. Все, я оставался без света. У меня на каждого мастера было по три лампы. Пока одна в ремонте, он работает с другой, потом третья, потом, знаете, круговорот, ламп в природе было. Это бред. Вот. Так, 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 технология, да, карнидально отличается. Что умеешь поклевать, так. Так, по видеозапису, что работа гигантская, противопросто не всем это очевидно, да. Так, у меня на объекте защищали потолки из ГКЛ. Ну, так, ребят, технические вопросы, вот, блин, отдельно как-то, да, прям такие сильные. Сегодня все-таки прямой эфир по видеокурсу. Так, это хорошо, что вы сейчас в уровне мастерства мышцовышленного. И все. Так. Учись и так далее. Ребята, смотрите. По обучению, там, и так далее, да. Многие, там, сейчас тоже еще такой вопрос, там, говорят, ну, ты что, там, типа, идол, что ли, ты, там, гуру, там, малярки и прочее. Нет, ребята, я просто человек, который это все систематизировал. Я просто это все систематизировал, привел к некому алгоритму и прочее. Я вам скажу так. Есть люди, которые прошли у меня обучение несколько лет назад. В девятнадцатом году первый, там, и так далее. Они разобрались с этими вещами, да, и так далее. И мы с ними разговариваем на равных. То есть, они просто очень быстро подскочили до этого уровня, понимаете? Вот, то есть, они взяли мою информацию и с нее уже шагнули дальше. И они мне уже рассказывают, как они какие-то вещи по-своему делают, какие-то, знаете, вот я называю, вот я создал елку. Вот что такое курс малярной работы, как система? Это елка, ребята, на которую уже можно навешивать любые игрушки, елочные украшения и так далее. И эти украшения, они уже ваши. То есть, у вас есть система, знаете, как вот движок, ходовка, да, сверху вы уже превращаете машину в грузовик, самосвал, в кунг, там, и так далее, и так далее, и так далее. Прогулочный автобус. Вот малярная работа, они как система, они не зря названы системой, ключевое слово система. То есть, когда вы поняли, как, что работает, вы можете потом делать, что хотите, понимаете? Вот. Так что вот так вот. Блин, сейчас столько вопросов пропустил, пока я тут трепался. Так. А, да, про Юру. Короче, нет у меня проблем ни с кем, ребят. Ни с Юрой, ни с Юрой, ни с Лешей, ни с Мишей, ни с кем. Я считаю так. Ну, как бы, если... Меня всегда умиляет ситуация, когда люди за мной пристально следят, вот так, знаете, в бинокль. А потом говорят... Я им когда скажу, ну, слушай, ну, как-то... Ты мне не интересен. Я считаю, что ты не прав, но я не готов ничего обсуждать. Ну, а что ты за мной следишь тогда? Ну, отпишись вообще, понимаешь? Ну, отпишись. Нет. Интересно же. Интересно же, понимаешь? Как там, что там, когда он сломается, когда его там загнут все, да, там, когда вот его там расследование начнется, когда скажут, что он мошенник, там. Ну, это такое, знаете, это вот человеческая вот эта вся история. Поэтому я со всеми, считаю, в нормальных отношениях. Пока человек не начал оскорблять моих близких, пока человек не начал оскорблять меня, он в бан не улетает. Я, как добрый доктор, понимаете, даю каждому шанс доказать, что он человек. Вменяемый, адекватный и прочее. Но, к сожалению, мне в детстве серьезные люди объяснили, что серьезный человек никогда не разбрасывается словами, что люди, которые орут, угрожают сходу с порога и так далее, это пустышки, на которых не стоит обращать внимание. При случае можно наказать, но не обязательно. Можно вообще не обращать внимания. К сожалению, вот мне в этом году уже, там, сколько-то, 41-42 будет, о, 42 мне будет уже. Вот. нифига в мире не поменялось, ребят. Вот как люди, крикуны были пустышками, так и остались. Вот мы сейчас были на отдыхе с нашей командой, сделали корпоративный выезд за город. Вот. И там получилось так, что мы там пересеклись, там же отдыхал Костя Дзю. И он такую, знаете, классную вещь сказал. Он говорит, вот, ну, ему задали вопрос, он говорит, есть такое трэк-ток, трэш-ток, трэш-ток, когда вот, ну, бойцы оскорбляют друг друга перед боем. Говорит, как вы к этому относитесь? Он говорит, я никогда не поддерживаю эту тенденцию. Говорит, есть два типа бойцов. Те, кто дерется, и те, кто продает билеты. Он говорит, понимаете, говорит, вот эти трэш-токеры, они продают билеты. Но они не всегда выигрывают. Но, говорит, кому-то же надо продавать билеты. Мне так стало, понимаете, вот прям, ну, просто вот в душе где-то, вот я прям поймал вот это, знаете, то же самое, что есть трэш-токеры, которые просто кричат, оскорбляют, там, говорят, да ты кто такой. А большинство людей вот ко мне подходят лично просто, говорят, слушай, спасибо тебе, информация огонь, я применяю, все получается и прочее. Вот для этих людей я и работаю. Но периодически я хейтерам тоже там отвечаю, пытаюсь как-то, ну, понять вообще, кто передо мной. Может, человек заблуждается, может, ему информацию не туда или про меня же много слухов ходит. Но если я вижу, что человек полный неадекват, и он еще начинает оскорблять моих близких, он летит в бан, и я очень прям всегда готов к личной встрече с таким человеком. То есть, я готов пообщаться, как бы, задать вопросы и так далее. И ответить на вопрос. Вот. Так, поехали. Так, 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 опыт бесценен, да. Так, проблемы, ограниченное смышление людей, переделки. Так. Что дать? Малярке 27 лет. Учиться, учиться. Зашли этого уровня. Так. Так, 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 так. Работа гигантская. Что на суду? Так, время тоже стоит денег. Так, вы смотрите, сколько должен стоить монтаж гипсокартона? Вы знаете, я хочу сделать некий контент. Есть, как бы, болезнь у мастеров. Это абсолютизация результата. Те, кто штукатурит, они хотят сделать это как финишное покрытие. Те, кто монтирует гипсокартон, они хотят сделать его как финишное покрытие. Я знаю монтажников, которые собирают его так идеально, что его шпаклевать страшно. Его покрасить и уйти там. Ни одного даже подрыва бумаги шурупом нет. Понимаете? Нигде не завернуло. Нигде не пробит. Все идеально. Все супер. И когда я прихожу, они говорят, ну как? Я говорю, огонь. Но это лишнее. Потому что я сейчас начну шпаклевать, я все это закрою. Ты потратил времени в половину больше, чем нужно. То есть у тебя уже избыточный перфекционизм. То есть нужно понять, где остановиться. Вот монтажники гипсокартона, если они не умеют шпаклевать, у них нет об шпаклевания. Они не понимают, где тормознуться. Вот так же, как маляр должен разбираться в монтаже гипсокартона и дать четкое ТЗ или принять гипсокартон. Ну, в наших российских реалиях я имею в виду. Вообще это прораб должен делать. Технический технодзор. Но в России надо в этом разбираться. Так и монтажник гипсокартона по-хорошему должен разбираться в малярке, чтобы понять, чего не нужно делать лишнего. Понимаете? Чего не нужно делать лишнего. Потому что многие просто перебарщивают. И, соответственно, они потратили время, выбрали бюджет из-за красивого гипсокартона. А я потом пришел, его просто перетянул провилом и все. И его не стало. Гипсокартон. Он исчез. Вот. Понимаете? Вот такая вот история. Так. Так. Жираф от Боша не пробовал. Так. Женя Устюгов, привет. Так. С преподавателями хрень везде. Ну, наверное, не знаю, про что разговор. Так. С техниками, теоретиками, так и с дизайнером, дружить не хотят. Угу. Так. Учиться на своих ошибках. Учиться, Слав, можно на своих ошибках. Да. Займет это несколько лет. У меня было время, когда у меня дома денег на хлеб не было. Мы через это прошли. Вот. Зачем всех воспитывать, Андрей? Я всех не воспитываю. Я воспитываю только тех, кто... Знаете, мне по раз, как Костя Дзю сказал, говорит. А я, говорит, людей уже давно не бью. Тем более, говорит, бесплатно. Вот так и тут, понимаете? Я уже давно никого не воспитываю. Тем более, бесплатно. Так. Сейчас работу по системе. Ты так. Время ответил. Да. У заказчика скепсис постоянно полемика по этому поводу. Да. Еще раз, ребят. Сделайте стенку. Вот по моей системе. Я всем сейчас рекомендую в последнее время. Тоже, ведь опыт появился. Одну стенку. Одну стенку сделайте и все. Я тоже работаю. У меня тоже у заказчиков скепсис. Понимаете? Они говорят, зачем ты это делаешь? Зачем ты? У нас такой объект есть. И там я говорю, давай провилом дернем. Они говорят, нет. Я говорю, у тебя мебель здесь встает. У тебя плинтус здесь будет. У тебя не будет примыкания. Я вижу там вот такая обналичка на двери. Вот такая толщиной. Ну, она не прогнется. Мне говорят, нет, не надо. Как вы думаете, чем все закончилось? Мы все перетягиваем провилом до сих пор. Хотя пришли декор делать, понимаете? Вот. То есть, люди не понимают. Им сейчас нужно быстро, 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 быстро. Потом в конце мебель не встает. Клинье туда-сюда, пятое-десятое. Плинтуса не прижимается, обналичка не встает. Двери, оказывается, понимаете? И когда в уровень встает, оказывается, стена завалена. Ты когда это людям объясняешь, они говорят, да не, мебельщики что-нибудь придумают. Мебельщики приходят и говорят, мы что вам, сказочники, что ли? Мы вам что, волшебники, что ли, это все переделать? Мы не можем. Пускай ребята вытягивают. Поэтому пройдите просто всю стену. От начала до конца покажите все нюансы, что вот оно все стало, вот все хорошо, вот пятое, вот десятое, вот такой результат. Потому-то, потому-то и потому-то. То есть одну стену, не весь объект. Тогда, когда заказчик увидит у вас уже, что стена готова, он увидит результат, он успокоится, он поймет, зачем все это делать. И вы сами успокойтесь. Так. Так, 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 так. И правильность конкуркатора буду мастеров. Так, без этих халтурщиков работу не оценив. Все верно. Пропустил комментах. Так. Не успел. СП-71. 13.330, ребят. СП-71. 13.330. А 2017 года. Время приходит, рынок дорожает. Вот. Время приходит, рынок дорожает, цена на работу растет, заказчики ищут компетентных мастеров. Все верно, ребят. У нас происходит на рынке малярно то же самое, что и было с плиткой. Цена на плитку выросла, подросла цена на работы. Цена на краску растет, она до конца года вырастет еще процентов на 30, а там и дальше, дальше, дальше. Пускная цена на сырье выросла в три раза. Кто не в курсе. Краска будет только дорожать. Возможно, что качество ее будет где-то даже меняться и не в лучшую сторону, а цена будет расти. Поэтому по мере роста продукта растет и цена на работу. Это закон. Вот. В Украине... Ребят, я вообще выездные мероприятия сейчас особо нигде не планирую. То есть у нас есть план. Мы хотим сделать, если все, дай бог, в Краснодаре в конце февраля, перед Югбилдом. Мы хотим сделать в июне в Нижнем Новгороде. Вот мы проводили на площадке. В октябре, да, вот. Евгений Рябов был организатором. Радмон НН, на площадке Радмон НН. Там хотим сделать, причем сделать такой двухтактный, интенсив плюс расширение двухдневное по декору. Хотим сделать на Байкале, в Иркутске. Сделать в июле. И если даст бог, в августе хотим сделать в Владивостоке, в конце августа. То есть вот такие планы. Больше, честно говоря, пока ничего не планирую. И даже это я не планирую, потому что вот эти все ограничительные меры, это все очень прямо, знаете, схлопывает. Поэтому сейчас мы нацелены на работу в Москве, на работу, на съемки видеокурса и так далее. То есть, ну вот, будем работать онлайн максимально. Так, приемку, штукатурки под ГКЛ, загадная закачка. Ласка, смотря, он не может исправить. А если заказчик приемет предыдущую работу, значит, все хорошо. Нет, есть требования к плоскостям и прочее. То есть, есть требования к гипсокартону, поэтому что значит все хорошо. Как вы думаете, насколько это правильно? Не нужно только поверхность. Пока у нас... Пока у нас люди... Пока у нас люди... Нет прорабов нормальных, которые могут принять гипсокартон, штукатурка и прочее. У нас не появится маляров, которые могут просто малярить. Без закорректировки плоскостей, без перекручивания гипсокартона, без лечения вот этих всех болячек предыдущих. Поэтому пока маляру нужно в этом всем разбираться. Так, Андрей. То есть, все, кто без сертификата, они за липушники. Андрей, ты чем слушаешь? Ты меня прости, пожалуйста. Я сказал про то, что я не могу отвечать за людей, у которых не будет сертификата о практической аттестации. Но даже для людей, у которых уже есть теоретический экзамен, я могу сказать, что они в теме разбираются. Это не значит, что все остальные за липушники. Это значит, Андрей, еще раз внимательно, что я не знаю, какой уровень у остальных маляров, тем более у тех, кто не учился у меня. Потому что, к сожалению, ребят, поймите меня правильно. Вот чем мне хорошо понравилась работа в Кнауфе и в Семине? У меня было 14 регионов в разных климатических зонах. И я видел работу очень многих людей. Как и все люди, я сомневаюсь в том, что я там компетентен, некомпетентен и так далее. Но я видел работу очень многих людей. Просто очень многих людей, понимаете? И, соответственно, я знаю, как работают многие мастера. Очень многие. На территории, которую я курировал, население 30 миллионов человек. Я ездил по рекламациям, я ездил на выезды, я ездил и разруливал какие-то спорные вопросы и так далее. Я видел, как работают многие мастера. И я хочу сказать, что многие работать не умеют. Люди, 240 тысяч человек, из которых 24 смотрят YouTube, ребята. А остальные, сколько там без малого, 216 тысяч чем занимаются? Поэтому я с полной ответственностью говорю, что я, ребят, просто не готов отвечать за всех, понимаете? За тех, кто прошел у меня обучение. Да, это моя тема. Я вот смотрю, у нас есть группа техподдержки. У меня люди спишут вопросы. Я понимаю, как они развиваются, с какими сложностями сталкиваются. Но за остальных я даже браться не хочу. Я не хочу даже что-то говорить. Я не знаю, как работает никто. Андрей, я не знаю, как ты работаешь. Поэтому я ничего никогда не говорю ни о ком. Если я работы человека не видел, я ничего не говорю. Понимаете? Никогда. А когда меня спрашивают, я не отвечаю. Потому что это личное дело заказчика и мастера. Но если меня каким-то образом туда втягивают, то я стараюсь все разрулить к результату. У меня были случаи, когда меня вызывали на объектах технадзор. Я приходил. Люди были, которых, оказывается, я знаю. Я знаю, был конфликт. Но этот конфликт нигде не всплыл. Понимаете? Мы просто вырулили ситуацию в плюс. Мы разрулили. Объект закрылся. Все довольны. Все хорошо. Ну, тряхануло кого-то на нервах и так далее. Вы же не видите, что я там какие-то делаю эфиры о том. А, смотрите, как тот работает. Никогда. Это называется профессиональная этика. Но я всегда ситуацию стараюсь вывернуть к плюсу. То есть, рассказать, как это сделать. Если уже мастер, он неадекват, и он начинает закрываться и говорить, да иди ты, я могу тоже ответить, ребят. Доброта, это не значит, что я там готов всех прощать. Я в этом плане не христианин. Вот. И так далее. Так. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим дальше. Ребята, у нихарти я еще не пробовал. У нихарти я еще не пробовал. Но на базу, в принципе, вместо у нихлота. Вот. Можно будет. Так. Технические вопросы. Сколько миллиметров накладывается и так далее. Все зависит от кривизны. Понимаю, что после меня маляры уже красоту и плоскость скривят. Могут искривить, а может картон провиснуть. Понимаете? То есть, для меня самое главное качество монтажа гипсокартона – это конструктив. Вот. Это конструктив. Сергей, можно ли на покрашенную краску поклеить стеклохолстом 3 в 1? Сначала ее нужно задрать. Задрать 120 номером. Потом загрунтовать, потом поклеить, и потом зашпаклевать. Да, и покрасить. Можно. Так. Сколько стоит видеокурс? 25 тысяч он сейчас стоит, ребят. Так. Озвучи, пожалуйста, расценки по малярным работам. Я их в этом расценивал. В курсе. В этом раньше. Так. Что-то у меня прям летает. Не все вижу. Когда ты в первый раз прочитал книгу «Источник» в 2008 году. В 2008 году все источник читал. Так. Отличные краски. Так. Что-то проскочил прям. Подождите, ребят. Так. Вы в крайность идете. Так. Точнее с вопросами. Вот и сроки. Так. Добрый день. Так. Пирог ДК-4. Так. Штукатурки. Как в штукатурке печеное здесь пирог ДК-4. Все это есть в курсе. Как пироги. Только там у меня на примере гипсовой штукатурки разобрано. Все то же самое. Можно сделать подцементной штукатуркой, цементными шпаклевками и так далее. Вот так. Что-то у меня тут прям. Так. С какой скоростью проверяется экзамен? Смотрите. Поскольку у нас были сейчас праздники. То есть мы в дальнейшем планируем где-то за неделю проверять задание. Вот. И через неделю там уже будем сроки согласовывать. По собеседованию. У нас пока не так много людей. Поэтому я думаю, что будем быстро делать. Так. Если не мастер, я хочу разбираться и понимать, с какого курса начинать. Если вы хотите разбираться и понимать, вам нужно малярной работы как система. Полный курс и разбираться во всем. Вот. Как отношусь к праймеру? Смотрите, ребят. Праймер, он применяется по ситуации. Он блокирует, как бы выравнивает впитывающую способность разнородных оснований. Вот. Если у вас новое основание, нулевое, то, ну как бы, не нужно прям упираться всегда в праймер. То есть, можно отработать и глубоко впитывающими грунтами. Главное, чтобы у вас сама основа была ровная. То есть, шпаклевка не петнила, не была однородной по текстуре и прочее. Но если у вас уже где-то глянец, где-то мак, где-то впитывает, где-то не впитывает, тогда уже праймеры. То есть, их очень много грунтов, очень много праймеров. И у них у каждого свое назначение. Есть праймеры-блокираторы. Есть праймеры по дефектовку. Есть праймеры, которые просто выравнивают впитывающую способность, но не блокируют впитывающую способность. Понимаете, есть разные. Так, как маляру оценить свою работу? Отдельная большая тема, ребят, как оценить, это вот прям вот курс организации малярных работ. Это отдельная большая тема. Так, Сергей ответил, что последний бюджет, безвоздушники для начинающих. Берите что-то американское, берите что-то немецкое, пускай это даже будет бэушка, ремкомплект поменяли и вперед. Вот, то есть вот с производительностью до 2,5 литров, как бы, это нормальные аппараты. Я даже сейчас бренды называть не буду, потому что вы можете бэушку взять какой-нибудь там достаточно серьезный аппарат, дешевле, чем новый какой-нибудь, менее мощный. Серьезно, вот я вот как бы за вот эту историю. Так, нужен стеклохолст. Стеклохолст на ГКЛ при правильном монтаже ГКЛ из армированных лентах не нужен. Вот, а там, где все неправильно, он не удержит ничего. Так, смотрите, мой курс рассчитан на материалы России. Я показываю на материалах России, но я объясняю нюансы работы с материалами. И вы можете просто понять, какой вам материал выбирать, понимаете. Есть свойства материалов, я про них рассказываю. И вы можете просто, взяв у себя какие-то продукты, да, допустим, там, вы можете оценить по влагостойкости дальнейшую усадку продукта, дальнейшую сушку продукта, там, дальнейшее ошкуривание продукта, там, и так далее. То есть, вы, я все эти вещи рассказываю. То есть, по большому счету, я считаю свой курс очень универсальным. Если человек разобрался в матчасти, ему вообще все равно, какие материалы перед ним. Он открывает, разбирается и все. И он понимает, из чего он работает. Так, так, так. Мы же не будем ждать, пока матерям приедут из океана. Так, ютуб смотрят, мастера, которые базовых людей не знают. Габченко, Бойко, Шайтера, у которых миллионы просмотров. Так, какой бюджетный бюджет, я порассказал. Примерно между Фугеном и Холосовым на 35. Так, так. Нет, Пуфос не годится. Его, вы можете его использовать, но он сохнет очень долго. Он сохнет очень долго, лучше тогда уже Фуген. Смысла нет никакого. Так. Так, вопрос по штукатурке. У нас на объекте есть дом новый. Я решил, что который с первой стены. Вообще, работа идет сверху вниз. Если решили штукатурить, то лучше штукатурить сначала потолок, потом стены. Потому что, ну, удобнее вниз всегда опускаться элементарно. Вот. При раскатке валиком, шпаклевке потолка быстро. Блин, у меня скачут прям эти, ребят, извините, если что-то пропускаю. У меня прям скачут почему-то комментарии. Прям вот летают туда-сюда. Да, я не могу прям это самое. Чем можно отработать по масляной краске, чтобы не чистить? Вам грунт нужен, переходник. По масляной краске. Но сначала ее нужно обезжирить. Обезжирить каким-нибудь там щелочным составом. Ну, спиртом не рекомендую. Там, ацетоном тоже есть какие-то щелочные составы. Допустим, у текурилы есть щелочные всякие. Там начинают малипесу и заканчивают. То есть, вам нужно обезжирить. Это очень хорошо. А потом можете использовать грунт-переходник, типа, опять же, то есть, что вы дальше делать собираетесь? Если вы собираетесь там дальше носить шпаклевку, то вам нужен грунт, как в декоре используется, с кварцевым наполнителем. А потом уже по нему что-то делать. Если там какие-то тонкие слоя, то вам нужны грунты-переходники, типа, отекса алкидного, который под акрил, потом переходник. Вот. Так. Быстро сохнет. Посмотрите, какой выше. Какой шпаклевка лучше. С этим валиком. Ребят, при покраске валиком потолка быстрее сохнет. Вот. Курс. Покраска валиком. Там все рассказывается. Можете отдельно блок купить и все. Там вот покраска краскопультом и валиком. То есть, вот, ну, выбирайте, что вам нужно. Там, понимаете, очень много зависит от валика, очень много зависит от краски, очень много зависит от подготовки, очень много зависит от грунта. И правильное обращение с грунтом, правильной техники работы. Поэтому. Долгая история просто рассказывать. Я сейчас начну рассказывать, а еще на час. Вы, кстати, знаете, что мы два часа в эфире. Вот, поэтому я думаю, надо заканчивать Давайте сейчас вот еще 9 минут, до 2 часов Я сейчас все это дело закончу Последние вопросы Последние вопросы И, собственно говоря, давайте закругляться Так, повлияйте, пожалуйста, на производителей Пусть они создадут очки для прислушиваться Смотрите, вот по моим, допустим, наблюдениям, да Когда мы работаем под лосило За счет того, что пучок очень узкий И он проходит, ну, как бы мимо взгляда Особой проблемы нет Есть проблемы, когда мы работаем со всякими светильниками Типа R-Lite При работе с фистулом тоже особо я не замечаю каких-то проблем Но, в принципе, да, этот вопрос изучаем Спрашиваем, консультируемся Поэтому, скорее всего Вот Поэтому, скорее всего, тогда, ну, будем там Что-то решать, разбираться Так А, все, я понял Да-да-да-да Если с демпфером, то да Если с демпфером, то да Все равно не понял Ладно Так Что-то я, видимо, уже устал, ребят Так Так-так-так-так Так-так-так-так-так-так-так-так Ну, все, вроде все вопросы рассказал Так-так-так-так-так-так-так